Ой, боже мой! Как захотела, так и написала. Что бы я спросила Сережи Лазарева? Все, я что так много прошу? У нас высококультурная аудитория. Какая лицемерная мразь. Ну она просорила свой шанс. Друзья, всем Белка, с вами Катя Бельчик. И мы продолжаем смотреть главное холостяцкое шоу страны. Сегодня наш холостяк Игорь будет продолжать искать себе самую искреннюю невесту. Ну а мы вместе с ним, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. А кто мы? Мы ведущие федерального ютуб канала. Значит, Катька Аристократка и Мистер 3XL продолжают, продолжают вас радовать совместным времяпрепровождением. Какое сложное слово, молодец, что справился. Давай чокнемся, за начало ты еще даже ничего не налил. Пустыми не чокаются! Ты налила уже все? У меня водичка с имбирем и лимоном. Ой, ваше здоровье, госпожа сударыня. Спасибо. Не, госпожа, сегодня госпожа. Привет! Это самая неожиданная эксклюзивная реалити Мистер Икс. Прошлая неделя показала, что для некоторых девушек любовь имеет цену. Я хочу, чтобы вы разделились со мной уикенд на Кипре. Игорь, ты мне уже очень нравишься. А можно тебя обнимать? Спасибо. Какая искренняя, вылетела классно, да? С щедрым мужчиной. Золотая, золотая карта. Такой дорогой. Все мы сегодня ждем свидания с Милой. Кстати, главная сейчас задача, когда проходит неделя, вспомнить все имена. Вот давайте смотреть за что я... Я все помню. Вообще все помню. Вообще все. Сейчас будет челлендж. Митя челлендж. Давай, окей. Мистер Триксель угадывает своих курочек. Давай, это Мила, правильно? Да. Мила? Окей, дальше. Курки не было. Нереально фартануло. Мила Рос. Ну, да. Юля Лук. Она полностью наша. Тратишь на меня сегодня миллионы. Шикую. Я готова признаться в том, что... Фея. Я прям представляю, зрители такие смотрят. Ну, классно, мы пришли, чтобы они нам называли имена. Спасибо. Вы тоже можете присоединяться и угадывать. Может быть... Может быть, вы не угадаете. Может быть, вы выиграете. Только... Не, реально. Это Влад. Ее бой. Влад? Поуспешнее. Да, я покидаю проект. Ой, оскароносный момент. На этой неделе мы узнаем, насколько девушки открыты к неожиданным, экстремальным и невероятно впечатляющим свиданиям. Чисто машинки с фикс-прайса. Валя, Мила, Алина. А, вспомнил такая Алина. Когда не хватило денег на реальные машины, да, сняли как на полу... Этот, прикольный. Мне надо ощущение, что ты в этом продакшене работаешь, потому что ты постоянно так его хвалишь. Ну, реально классно. Что-то убираю, убираю, смотрю такая... Оп. А, вот эту как за... Настя! Пау! Хитрый лес! Заезжай. А кто-нибудь еще камеру на нее придет? Там Мила написано. Блин, у меня у одной сейчас просто двоится в глазах, они показывают вот такая машина, а сейчас вот... Это что? Я думаю, что это что-то значит. Это... Это как? Это как? Это что? Это где? Правильно? Тут либо должна быть какая-то записка... Ну, записки нет. Либо мы поедем кататься на машине. Вообще непонятно, что происходит. То, что смелой будет свидание. Алина! Ну, там написано на машине было. А я даже не подсматривал. Я честно не подсматривал, Мария Ивановна. Ты будешь учительницей рассказать, когда таблица умножения. Ага. А я приехала машина. Синяи дей. Может, там послание внутри. Я вот смотрю, но ничего нет. Иди знаешь куда до физтех. Да, ну может... Кать, рассказывай еще раз моим зрителям и тебе. Моим? Моим зрителям и тебе. Как умножать на 9? Вы умножаете на 10 и отнимаете число, на которое умножили. Так, давай проверим. 9 на 10. 7 и 9. Ну, понятно. 90. 9 на 10, да? Или 7 на 10? Ёп твою мать. Ну, 83, короче, ответ. Не могу видеть. Я просто не мушу с лицом в кадр. Нет, не могу. Кать, да как раз. Ну, Кать, ну я сейчас уйду из дома. Подожди, я просто хочу твой метод реально проверить. Еще раз скажи, какой твой метод. 7 умножить на 9. 7 умножаешь на 10. Минус 7. Минус 7. 63. Все правильно. 8 на 9. 72. Все, остаемся. Кольцо не надо мне снимать. А, у меня оно уже снято. Мы будем кататься. Мы, в смысле, тут косы. Вот я говорила вам, что не надо было мне списывать таблицу умножения в первом классе. Ну, вредно это все. Не списывайте таблицу. Друзья, вообще не надо списывать никогда. Думайте всегда только своей головой. Ну, ты знаешь, такой классный ты всю жизнь списывала. А сейчас ребятам говоришь, что это все равно нужно через опыт пройти. Потому что я дед, который всех учит. Да, но ты пока сам не узнаешь этого, ты не поймешь. Я, кстати, в институте никогда не списывала. Так не нужно пользоваться чужим опытом. Если ты будешь использовать только свой опыт, то тогда ты останешься на уровне астролопитека. Астролога. Ну, астролога, да. Энергокоуча останешься на таком же уровне. Слушай, Митя, знаешь, смотря, что они на Ламборджини ездят, я думаю, может быть и надо было это списывать побольше. Ой, опять Валь. Блин, слушайте, что за подкат к Вале? Потому что она дубайская шейха. Шейша. Шейша. Кстати, о Вале. Вот в телегу я выкладывала. Пошла я сдавать этот посев из зео. Ребят, я вам клянусь, ну может мне такая медсестра попалась хорошая? Я даже не почувствовала. Ну это было настолько тонко, филигранно. Я вообще, я бы себя хуже забрала. Очень странная, мне кажется, все-таки постанова была. Ну, либо шейха. Все, она будет арабская шейха. Шейша. Шейша. Это был очень смешной момент. У Милы тачка вообще 3XL. Сказать, что я прям люблю ездить на автомобиле. Я просто на ее инстаграм подписался. Пойдемте в Суперосинку. Ой, честно, я почекала инстаграмы. Вообще пока ничего интересного. Ой, слушай, Лиза ведет светскую жизнь. А, окей. Она вот фотографируется в ресторане по Бартуру, выкладывает это. Ее фотографирует мама, они очень красивые. Ну, Лиза, в принципе, очень красивая. И очень красивая еда. Я думаю, в принципе, по Бартуру в ресторане фоткаться вор. Вор. Я посмотрела брусник у Кати, но она настолько пища. С орфографическими ошибками. Я даже это произнести сейчас не смогла. С орфографическими ошибками. Что я такая... Нет, я пока не готова подписаться. Вот когда у них миллионы будут, вот тогда я буду подписывать. Я так на Дашу клюкну в свое время. Тоже не подписывай, не подписывай. А когда она уже в финале осталась... Простите за спойлер к холостяку с Егором Гридом. Вот. Но я не то, что подписалась, я просто чекала, чекала. Сталкерила. Ну, ничего интересного. Потом я и забыла. Кстати, я просто что думаю-то, что до истечения контракта им просто нельзя ничего особо рассказывать. Поэтому скучно пока. А потом, когда закончится, они такое говно начнут выливать. Вот это будет интересно. Все рассказывай, всю правду. Вообще, кстати, я не удивилась. Решила опять показать, какой я блатной ферзь. Типа, смотрите, сколько у меня вообще возможностей. Будем кататься, веселиться. Ну, подход такой. Не, ну сейчас она затрет, значит, Варя. Какая у нее сейчас будет история? В детстве мой папа не остановился на красный сигнал светофора. Я очень разволновалась. У меня сработал ремень безопасности. И теперь я не могу на машине передвигаться. Это, мне кажется, уже его классик. Девочки, у кого-нибудь есть машины? У нас нет машины. У меня Киаре. У меня это переоделось. Пам! Мы втроем. Класс, поздравляю. Мне кажется, так как я хвастаюсь Киарио, никто в жизни не хвастается. Просто главная гордость. Слушай, ну потому что у нас есть, понимаешь, карьерный рост, которым мы можем хвастаться. Сначала Лада Калина. Лада была топ. Потом Киарио. Следующей будет вышка. Киа Сирата. Да, конечно. Да нет, такие Сираты еще работают. Нет, Калина была топ. Если бы еще не ломалась просто каждый месяц, вообще бы цены не было. Смело. Японский автомобиль. Я, как бы, рассчитывала не втроем на него идти. Ну, спасибо и за это. Да, вы не ослышались. На Калине был японский автомат. Наверное, это что-то связано с этим. Так, вот эту как зовут? Эту зовут... Блин, вообще не помню. Вика, Вика. Милфа. Вика, а эту Карина Аркелян. Эту София Соболева. София. Слушай. Я тебе говорю, я фанат. Фанат шоу, фанат девчонок. Ну, мне понравилось. Ну, хороших девчонок набрали. Очень интересно. Я бы с парочкой затусил. Ну, с Милфой точно. А кто здесь Милфа, не все Милфы. Вот, Валя, блин, 31 год, она старше меня, она уже Милфа. Если ты меня Милфой называешь. Ну, вообще, Милфа, получается, это тот, кто родила. Они еще никто не родил. Значит, они Young Teen Girl. С шофером, так с шофером. Ничего себе мило в образе, ребят. Вот, по свету какой-то можно было бы красиво замутить. Валя в шапке. Вот просто вот. Я пригласил на групповое свидание этих трех девушек, потому что у нас... Вот Валя, блин, вот прям обожаю. Не, я тоже как бы в шапке всегда хожу, если что. Вот я и не на проекте Холостяк, где меня снимают. Гиперопека, да? Гиперопека, да. Вот, то есть, ну, неужели... Ну, я, во-первых, вижу, там уже не такая зима, там показывали уже капель. То есть, это уже, скорее всего, весна. Я понимаю, что, да, всем хочется утеплиться, но посмотри, как девочки выглядят сексапильно круто, да? Но все-таки вы на каком шоу? Ну, типа, будут с собой? Да. Понимаешь, как бы, с другой стороны, я вертела ваши принципы в принципе. Да, но в целом, может быть, просто шапка такая, типа, слишком в стиле шапки. У тебя предвзятое отношение к Вале, она прекрасна. Да, конечно, понятно. Просто нет, в шапке ты можешь и летом ходить, как Руслану Усачеву, никто не спорит. Просто главное, чтобы шапка была прикольная. Докер. Да, да, да. Которую можно купить только на сайте russlanusace.ru. Да, спасибо, что прорекламирует. Ты мне подаришь эту шапку? Блин, она мне не налезет. Она тебе не пойдет. Она мне не пойдет. Она пойдет, мне кажется, шапка Докер идет только Руслану Усачеву. У меня тоже так кажется. Он ее пытается всем продать, конечно, но идет она только к нему. У нас не было... Ну, посмотри, Мила, как... Господи. Я придумал формат такого свидания, чтобы максимально ускорить наше возближение. Ну, круто. Как синхронно. Привет. Ну, вот просто, нет, ну реально. Я же могу это обсудить. Ну, слушай, ну такая отличница из Советского Союза, лыжница. Ваня, почему он опять ее позвал? У нее какие-то виды, понимаешь? Дубайские виды, понимаешь? Он сидит, Игорь Сорванец из Саратова. И.П. Саратов. И.П. Саратов, да. А она дубайская шейша. Все понятно. Мила, вообще, кто тебе, кому-то вдулась? Кому вдулась? Блин, так нельзя говорить. Рабатывали. Дома трентировали первое свидание с Игорем. Ну, Мили. Понятно, что Мили все. Мили. В какой-то романтичной обстановке. То есть я вот в этой всей одежде не чувствую себя, как в виде девочки. Ну, кстати, вот эта сережка прикольная, такая, типа пирсинга. Я не знаю, модные сейчас такие, нет? Какие? Ну, типа тут вот кружочек, и сзади кружочек, так как пирсинга. Молк, который приехал покататься на мотоцикле, грубо говоря. Вы прям спортивно выглядите. Ты тоже. Ты, Игорь, в костюме со шлемом. Очень сексуально. Как вы уже поняли, у нас свидание непростое. Мы сейчас находимся на трассе. Вот видите вот эти вот дощечки, да? Пустой кошелек, недопонимание, измена, отсутствие секса. Это все Игорь сам придумал, если что. Это все обозначает препятствия, которые могут разрушить. Так, то есть отсутствие секса, для него препятствия, понятно. Хочешь препятствия со мной? Я бы хотел видеть девушку, с которой я мог бы разделять все трудности по жизни. Со мной поедет одна участница. Промолчу. Если для вас это препятствие, вы говорите мне сбивать. Да, если для вас это не проблема, мы это объезжаем. Все понятно, да? Отлично. Прикольное задание, очень интересно. Я, конечно, не ожидала, что буду первым, и меня это очень сильно испугало и напрягло, потому что я не люблю скорость, в принципе. Я как-то хотела подготовиться. Правой ногой. А что Валя любит? У меня просто вопрос. Сидеть и есть омаров. Мне кажется, да, она любит шопинг в Дубае. Ну такая вот, она прям вся вот, ну вообще вот, ну неженка, я думаю, действительно, наверное, родители ее, да, родители сильно опекали, и она, может, очень хорошая девушка, то есть такая. Ну что, она здесь забыла, я до сих пор не понимаю. Окей, ладно, смотрим, давайте препятствия. Я, кстати, тоже боюсь, но я бы прокатилась. По сути, оказалось, первый раз со мной. Я очень хочу, прям вот очень хочу. Меня просто не пустят по массе, но я очень хочу. Рата. Тут ворожная масса. У нее, возможно, находиться рядом с миллионером, как бы какое-то испытание. И какое у нее испытание? У нее родители миллионеры, они находит. Ну что, кошелек? Взбиваем? Не, не, обижаем, обижаем. Ой, да не, не надо мне родить, мне папа даст, не надо. Ну что, кошелек они объехали. Сказала, можно, да? Да, наверное, сказала, можно проживем на моей папе. На мою папу бабки проживем. Девчонки, девчонки, все, что? Все понятно. Они же не просто так шутят. Как для тебя препятствия? Плачущий? Нет, нет, обижаем. Да, 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 господи, она не может... Спасибо, везде вам, везде. Да, а тут она про плачущего ребенка. Чем мог это сбить? Это только человек, который вообще никогда не хочет иметь детей. Это теща, родители. Валь, сколько тебя интересно ждет в жизни? 31 год, кстати. Она просто очень могла. Она же у нас добродетельная, она никого не убьет. Да, сбиваем. Потом новое будут выставлять? Валя, тещу убила. Отсутствие секса. Сбиваем? Да, да, но это препятствие. Не может быть хороших отношений. Валя, я тебе... Ладно. Все, давай... Тебе, наверное, нужно было ребенка забивать тоже, если что, Валя. ...без интимных отношений. Поэтому это, конечно, очень принципиальная позиция. Смени. Чего? Смени. Да. Уже интересно, да, что... При том, что она такая отличница, она как бы ставит это для себя в топ. Да, это любовница. Да, препятствия сбивают. Смени. 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 Я считаю, что всегда можно нанять, например, домработницу, которая может помогать бытам. Вроде бы все. Слушай, она когда свои розовые очки снимет, я думаю, она офигеет, какова вообще жизнь реальная. Прям... Я вижу, ты любишь скорость. Валентина радовалась тому, что она сидит со мной. И вот такой скорости выгоняет. То есть она прям... Скорость, конечно, бешеная, если честно. Довольная! Очень классно. Мне очень понравилось. А ты часто гоняешь? Я люблю гонять, да. Давай мы с тобой обсудим то, что мы с тобой понаделали делов. Почему мы с тобой не сбили кошелек? Для тебя не важно. Для меня важно, конечно. Но я считаю, что если человек амбициозный, он всегда умеет и сможет заработать где угодно, как угодно. И из-за этого расставаться я не верю смысла. А если они амбициозные, ложные? Ты вообще убила! А проще. Для тебя вмешательство в наше личное пространство прям неприемлемо? У меня был такой опыт, когда были совместные поездки и теща диктовала прям конкретные такие правила. У тебя на своей крови. Я тоже не понимаю, почему они про тещу говорят? Теща твоя мать. Ну, типа ты против своей матери, получается, машину сейчас наехала? Получается, туда как раз гиперопека, от которой она хочет избавиться. Она, по-моему, просто не поняла. Она не поняла, но на самом деле хочет избавиться своей матери. Не привело ни к каким проблемам. Она об этом рассказывает, как будто она считала из каких-то книг и говорит, что все знает. Но на практике она всего этого особо не проходила. А у тебя такое было? Да. Моя мама вмешивалась в отношения наши, и девушка меняла обо мне мнение из-за ее рассказов. И мне это было не очень приятно, я признаюсь. Да. Что же такого может мама сказать? Это какие-то скелеты в шкафу, это что-то, что Игорь скрывает, что может настолько не понравиться девушке, что у них могут быть какие-то конфликты. Прям я очень сильно напряглась. И мы сбили с тобой нехватка секса. Для тебя это не приемлемо. Да. Меня вызвало определенные противоречия. Я как бы не особо заметил, что для нее важен этот этап и секс. Я считаю, что отношения без секса это как бы не полноценные отношения. И когда люди обмениваются энергетикой, то для меня это что-то выше, чем просто как бы само занятие. Ага. Вот. И это я считаю коня... Валь, там не энергетикой обмениваются. Общее впечатление о Вале у меня складывается такое, что вроде бы правильные вещи говорить, но все равно она не расслаблена со мной. То есть человек хочет показаться каким-то правильным, что ли? Да. Спасибо тебе за разговор. Спасибо тебе тоже. Мне очень понравилось, конечно, личное общение с Игорем. Но это было, наверное, максимально некомфортное свидание в моей жизни. Я себя не чувствовала сексуально в этой одежде. Может быть, потому что здесь было... То есть в обычной... То есть в этом свитере... И приталено. Вот это секс! Все. Пишем. Капсул. Валя Гаврилова. Секс. Вот это сексуальный свитер. Все, ребят, мы все поняли. Как я обычно люблю. Поэтому, конечно, хотелось бы еще продолжить с ним общение. Темная лошадка, Валюха. В любом и теплой обстановке, когда можно уже выглядеть красиво. Мы поняли. Спасибо. Между тем, девушек, не попавших на свидание с мистером Икс, ждет не менее увлекательное занятие. Здрасте. 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 Длинный стол стоит. Сидит бабочка, я думаю, все это за литературную вещь. Настя Хамарева, я хочу ее называть всегда. Усубана, пипетки. Что-то варить будем? Бабушка, меня зовут Олег. Меня зовут Катя. Очень приятно. Я здесь по поручению Игоря. Сегодня у вас будет уникальнейшая возможность собственноручно составить аромат. Вау! Я всегда мечтала это сделать. Для меня создавали парфюм, а сама, собственно, руками нет, но опыт классный, интересный. Но он должен быть женским. А это на вашем смысле вы собираете, не я. Я консультант, я вам помогаю. Я думаю, что можно сделать для Игоря. Да, 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 да. Я вообще просто в восторге. Это суперкрутая, креативная идея. Но ваше право. Почему нет? Я готова вложить всю душу в этот аромат, чтобы Игорю понравилось. В аромате есть база, сердце и голова. Здесь у нас, видите, стоят уже флакончики. Вы все их посмотрите. Какой понравится, вы можете оставить себе, потому что это будет основой вашего аромата, который можно будет добавлять ноты сердца. Так, стоп, я хочу базы, и они стояли прямо передо мной. Я сразу же все, которые мне не понравились, лила. Я ставила суперферомоновые. Блин, мне первый понравился, а все остальные... Надо было успеть. Юзайте там свои другие. Что-то до меня ничего не дошло, вы в курсе? Давайте тогда я для вас персонально вот такое вот предложу. Фу, понятно. Настя, это Настя, мне кажется, просто можно без комментариев. Мы сегодня работаем с высокими материями. По возможности у нас будет пусть высокое все-таки зречение, при всем уважении. Ты тут в каких-то материях, где-то кто-то не материт. Слушай, мне такое ощущение, что ей просто любые слова запитают. Мне тоже так кажется. Она говорит обыкновенные вещи, и полностью убирают, и кажется, что она материт. Алло, матч-жемчужин русского языка, вы знали? Для меня это как-то идет вразрез с образом девушки. Почему? Девушки отличают от мужчины только наличие органов. А как она выражается, это не должно никого... Настя начала раздражаться, потому что вот эта ципи-дрипи, это не ее манера. И когда ей что-то запрещают, она такая, не трогай. Так, я взял, ты вышел, бэби, ты шишу-мышу, но не в этом дело. Я просто спел, чтобы все ждали этого момента. Дед говорит, что девушке нельзя материться. Я считаю, что нельзя материться всем. Неважно, девушка ты, мальчик, небинарная персона, кто угодно. Вот так вот. Этот мать там, где не нужно. Ну так. Не согласна. Она тебе скажет, типа, блин, я свободный человек, что-то у меня хочешь, хочу матерюсь. Ну, я скажу, ну пошла на хуй тогда. Вот тогда такой вопрос просто. Смотри, мы же имеем право делать то, что хотим, пока мы не задеваем других людей. Я думаю, что в целом она напрягает всех. Да. Да. Вот хорошо, что я у тебя есть, что хоть твои мысли могу выразить. Прекрасно. Без мата могу выразить. Чудесно. Продолжать. У Юли фотки я смотрела у него в институте старые, не было у него таких волос. Это, ну, типа, биозавивка, я думаю. Будет хуже. А, вранье. Ну, смотрите, просто привносите. Не считай только. Настя, хватит пугать мужиков вокруг. Кто заценит наши духи-то? Какая лицемерная мразь-то наша Настюшка. А при Игорянне ни одного слова не петь. Ни, а, ну, кстати, я посмотрю. Нифига, она вообще ничего не говорит при нем, если что. Ну, ладно. Так, ладно, продолжаем. Это не все понятно. Здесь свежие морские ноты. Мне кажется, что от Игоря должна пахнуть действительно каким-то освежающим, приятным запахом. Ну, он парень такой молодой, даже вид такой у него такой свежий. Я хочу, чтобы от моего любимого мужчины пахло вот так вот. А вы, кстати, да, вы правда выбираете, что вам нравится или что ему может понравиться? Ну, вообще, мы же не для себя пшикаем в духе, а для противоположного пола, что привлекает. Ну, я хочу, наоборот, чтобы он ему понравился. Вы помните, когда мы были на балу? Я прям слышала от Игоря аромат очень яркий, он очень необычный. А чем, по-вашему, он пахнет? Мне кажется, это в виде нестыкает. Это что-то похожее, да. Мне кажется, солнечный. Значит, интеллектуальные люди только говорят, что слышат аромат. Так же правильно говорить, но так редко говорят. Все равно. И сразу говорят, блин, машешь. А мореходы не плавают, а ходят, да, на корабле? Да, и картины не рисуют, а пишут. Много, да, интересного в мире? Без мата. Было такое тропическое. Для меня Игорь пахнет почему-то уютом, хочется сказать. О, что ж... Тапками. Нет, это не пахнет. Вот это нравится. Игорь пахнет... Люблю его смешить. Статностью... Статностью... Немножечко баклажаном. Как пахнет статность, Катя? Баклажаном в видео. Нет, есть бензойные ноты, но надо... Статность пахнет кожаным салоном его Lexus. Вот и хочу. Я вышел. Так, ну что, поехали. Я взял лук. Я взял лук. Я взял лук. Да. О, боже мой. Ну, мне кажется, сейчас прямо будет... Чем я не смогу устраиваться? Легкий петинг прямо во время. Митя, пожалуйста, можешь это вырезать? Господи, что такое? Я не матерюсь, не ругаюсь. Я говорю нормальные слова, понятные аудитории. У нас высококультурная аудитория. Хорошо. Которая применяет не мат, а определение. Митя. Нет ничего плохого в петинге. Он что-то загуглит, пойдет, да? Как же мне стыдно с ней, ужас вообще. Простите, пожалуйста. Ситуация нерешаема. Обещаем, если мы можем решить эту ситуацию в отношениях. Понятно, да? Ну, я тоже. Скорость я люблю, но у меня укачивает. Все внимание было на этом сконцентрировано. Держись. Оставляем, пусть живет. Сживет будет. Оставляем, пусть живет. Мила, которая там в ванну сгребла денег. Мила, которая там в ванну сгребла денег. Она не может никак решить. А что ж там такого? Ну, секс, наверное. Да, наверное. Стоп. Я запутала. Давай, смотри, давай знаки обозначим. Вот так вот ты показываешь, значит сбиваем. Тихо, я не хочу, чтобы плакал ребенок. Я хочу разбить его. Ты не хочешь детей? Я не хочу, чтобы он плакал. Нет, плачущий ребенок, это когда у нас ребенок. И для тебя это как бы это. Мила, любой ребенок плачет, любой. Ну, неприемливо. Обычно в парах расстаются из-за плачущих детей. Такие интересные познания у мистера Икса. Там как бы не только в плачущем ребенке проблемы. Ладно, окей. На тебя это непрекрасно. Непрекрасно, это хорошо. А я не понимаю, почему они друг друга не слышат. Мила, она какая... Знаешь, вот у меня мама так любит, переспрашивает. Ты так любишь, ты вообще как будто старик. Вечно. А, а, че? Ну, там даже шумно. Ну, Валя, Валя ты не переспрашивала. Валя, потому что молодая Милфа. Мила уже старая Милфа. Они обе не Милфы. Хочу и называю. Че ты меня постоянно Милфой называешь? Я хочу... Я тебе дал объяснение уже... Я поняла. Пересмотрите, пожалуйста, объяснение. Лайк поставьте этому видео, пока мы не пересрались. И на Бусти переходите. Там еще больше сремся. Там вообще реакции без сенсуры. Теща. Наверное, не собрала. Ну, как теща? Ну, я не собрала. Ну, вообще, когда люди любят друг друга, никто не может помешать их любви. Не вливаем. Я считаю, мама это святое, вот, всякое. Ну, вот, она до них будет даже... Это, я считаю, говорит о человеке, что она... Ну, да, то есть Валюха свою мать сбила, если что. Спит, она хорошая. Кто не будет. Отсутствие секса. Нет, секс должен быть. Должен? Должен быть секс. Измена. Измена вбиваем. Он красивый девочек. Как говорится, ворничную вызову. Какая украинка. У меня ощущение по поводу Милы, возможно, у нее есть какие-то зажимы внутренние, как бы, связанные с этими препятствиями. И ей нужно раскрыться и дать... Ну, да, Валя-то явно вообще без зажимов была. Да, слушай, а что для тебя бытовуха? Вся моя жизнь бытовуха. Так-то, если подумать. Я думаю, что бытовуха – это однообразие жизни. Нет, я думаю, бытовуха – это, типа, там, кто носки не убрал, кто посуду разбирает, кто полы мой, кто мусор выносит. Мне кажется, это такое... Мы же каждый день живем обычной жизни. Ну, это и есть бытовуха. Мы не каждый день ездим в Дубай или прыгаем на Кипре с парашютом, либо вот на этой херне катаемся. Большая часть нашей жизни заключена в том, что мы просыпаемся у себя дома, идем чистим зубы, убираем посуду, завтракаем, идем на работу, возвращаемся с работы. И так каждый день. Ну, бытовуха – это однообразие жизни. Как ты к нему можешь адаптироваться? Просто здесь, наверное, больше речь идет про распределение обязанностей, типа, кто готовит, кто что делает, потому что, может быть, женщина такая будет, типа, я вообще ничего не хочу делать, иди ты, и все. Да, интересно, а эти женщины, которые хотят выйти замуж за криптомиллионера, думают, что он будет посуду разбирать? Я думаю, они думают, что у него будет достаточно денег на клининг, вот и все, и домработницу нанять. Я не знаю, что они думают. Я думаю, они вообще себе очень иллюзорно все представляют в целом. Тебе высказаться. Пойдем погуляем. Валя, потом Мила, и меня опять напоследок оставляют. Закономерность какая-то странная. Возможно, не случайно. Ты тоже продюсеры так выстраиваешь, я думаю. А у тебя был такой опыт в отношениях, когда у парня не было денег? Да, был. И чем это закончилось все? Тем, что я здесь иду с тобой. Это была причина разрыва? Ну, нет, конечно, не только это. Я очень долгий период своей жизни была очень категорична. Меня, если что-то не устраивало, я сразу рубила это все. Но с годами я чуть-чуть стала мудрее. Начала читать умные книжки. Какие, Мил, богатый папа, бедный папа? Или секрет? Или пиши сокращай? Подумать о том, что нужно не уходить от проблемы, а... Семь навыков высокоэффективных людей. Татуировки менеджера, помнишь? 45 татуировок. А учиться договариваться, учиться не решать. Хорошо. Все-таки люди в комментариях, а чего такого? Я читал, мне понравилось. Нет, для своего возраста нормально. Конечно, лет шесть вообще классно заходит. Ой, да... Но вообще изобрели робот-пылесос. Ничего не нужно жить за срок. Мила долго гуляла и общалась с Игорем. И уже я представляю себе, что у него искра в глазах, и у нее искра в глазах, и что, может быть, у них свидание прошло более интересно. Кого ты хочешь? Матюшка или девочка? Матюшка или девочка. А лучше, близняшка, да? Это твоя идея. Ой, а вот эти вот фантазии людей прямо обожают. Я не знаю, это решение двух человек, а не меня одного. То есть я могу сказать завтра. Завтра? А тут видишь, а тут нет. Не тебя завтра. Игорь глубокий человек. Со своим стержнем каким-то, со своим определенным характером. Мне далеко не с каждым человеком интересно и комфортно общаться, и его мне именно интересно узнавать. Очень было приятно с тобой поговорить. Мне очень понравились твои ответы. Таимна. А есть что-то с перцем? Браво. Девки сидят. Дайте мне аромат солнца, дайте мне аромат гвоздики. Мне кажется, что я самый дебил. А что мне нужно делать? Я не понимаю. Вот если понравилось, и ты считаешь, что она подойдет туда, то можешь капнуть. А как мне понять? Ну, это шеф обратился. Шеф! Знаете, ведет себя очень резко, вызывающе. Я не ожидала такого, потому что, когда до этого мы выходили в общество, она вела себя достаточно сдержанно. А сегодня она прям занимала собой все пространство. Фу, воняет. Реально, что-то я все испортила. Беспорядочная связь там устроила во флаконе. Мы можем сейчас просто откорректировать твой аромат, и он станет не таким... Вообще, мы с этим спелись. Он мне там помог вывести это все. Что я там залила? На, понюхай. О, хорошо издавал. Скажи, табака вонил. Ну, аромат получился такой, очень конкретный, как Настюх. Вонюкайте, пожалуйста. Послушайте. Аромат это... Слушай, девочки, аромат это... Ммм! А для меня уже интересно, что здесь смешано, потому что здесь появились ноты зеленого яблока, которого здесь, в принципе, нет в компонентах. Это для меня новый, абсолютно новый опыт. Ммм! Мне реально круто. Я считаю, что я создала идеально подходящий ему запах, хотя я в запахах вообще не разбираюсь. Дарьяна. Похоже, наверное, разводит яблочную сортирую брызги. Я женат. Есть, значит, я правильно сделала. Слушай, так как Настюха актриса и снимается для Вайлбериса, ну, скинули фотки, как она одежду снимает там, то я думаю, она отыгрывает за пять тысяч рублей дополнительных роль такой дуры. Ммм! Мне так кажется. Потому что, как говорится, деньги не пахнут. Пятерка на дороге не валяется. Надо отыгрывать роль хамла. Нежная буря получилась. Мне так, блин, хотелось бы послушать все ароматы. Я была в таком экстазе. Дай мне встать аромат. Машка разбила зеркало. Это может быть плохой приметой. До счастья! Это же плохая... Это все... Маша... А я еще когда читал из телеграм-канала Маши, как она попала на это шоу, как она верит во все. Во всю вселенную, которая ее окружает, во всех богов, которые существуют. Вот она верит во все. Митя, ты вообще мне... Извините, у тебя когда вот время, свободы, ты монтируешься на минимум, когда ты успеваешь? Я тебе расскажу. У нас есть чат, куда попадают люди, которые покупают подписку на Бусти. И вот они на этот чат все скидывают. А, кстати, там из четырех свадеб мне невест всех скинули. Да, я там смотрю, у меня есть специальный чат, где я черпаю всю информацию и все инсайты. А, окей. Я только про четыре свадьбы там все прочекала. Всех невест. Ничего, кстати, интересного не было. Так, да. Ладно, девочек тоже. Ну, кстати, их не так сложно найти. Лут легко найти. Маха, что ты так волнуешься сильно? Мы же всего лишь духи и делаем. А как вам кажется, подходит ли название? То есть, именно просто меня удивило, что сказал телеграм-канал Маши. Я так и даже... Что? Да, мой аромат. Послали ему на телеграм-канал. Первый поцелуй. Хочешь добавить и последний? Она с тем поцелуем уже носится, как, блин, с описанной торбы. Я бы сказал, что это прям уже... Не первый, а такой прям... С пролонгацией. А утром она его обняла, а ночью он понял, что происходит. Поскольку аромат получился... Блин, дед вообще топ. Нормально. Мне нравится. И вот прям вот видишь, он так разбирается в этом всем. Я почувствую, что здесь яблоко, хотя яблока здесь не было. Легкие. Честно говоря, у меня не было других вариантов. Короче, он хотел бы назвать этот аромат «Засос». Пролонгацией. Засос с пролонгацией. Я надеюсь, он пшикнется, а потом уже не захочет ничего другого пробовать. Шеф, название просто, без фамилий? Да, просто название. Не знаю, у меня... Без фамилий? Ну это же не анализы, ёпка. Не, и мое имя. Солософия. Игорь говорил, что он хочет женщину мудрую. Мое имя с гречкой приводится как мудрая. Нормально. Блин, топ. Софа топовая. Да, еще бы философию правильно написал бы. Тогда вообще бы идеально было. Она правильно написала? Ну как философию? Ну как? Ну как захотела, так и написала. Как Филадельфия, понимаешь? Ну, Филадельфия, по-моему, тоже пишется. Так. Пи-Аш. Ладно. Мало времени придумать название? И П-Аш как раз было бы круче, потому что П-Аш это индекс в химии, поэтому... Шикарным названием мне мало времени не дано. Нам мало времени осталось. Я считаю... Обожаю умных мужчин. Просто убедитесь. Божаю. Он тебя как махом нажил. Название какое? Долгий разговор и легкое касание. Ну, конечно же, у Маши тоже хорошее название. Ну, это она решила метафору скинуть, что она с ней так долго говорила, и он мне там за ручку что-то прикоснулся. Что-то такое. А все к себе отсылочку сделали. Да, такое ощущение, что мы не для него делали, а все равно для себя чуть-чуть. Она для него, но от себя. Если бы рядом сидел Игорь и тоже свой парфюм для меня сооружал, это было бы намного интереснее. Я удаляюсь с вашими изделиями и передам их Игоре. Спасибо. Спасибо большое. Аккуратно не сидите. До свидания. Больше такого заниматься не буду. Ну, только если не нальют. Как дела? Все супер. Как у тебя? Отлично. У нас с тобой будет все по-другому. Я сейчас за ручку сяду, что ли? Интересно. Заинтриговал. Я решил Алине сделать бонус, потому что с Валентиной я уже разговаривал на одном личном съедании. Мила старалась проявить внимание через подарки, а с Алиной вообще конкретно ничего не было. То есть я вообще не понимаю, кто это. И я хотел максимально с ним пообщаться. Сейчас ты будешь моим штурманом. Я поеду с закрытыми глазами, а ты мне будешь говорить левее, правее. Весельный мужчина. Первый раз в жизни женщину. Видите? Жизнь готов ей свою доверить. Давай. И он достал эту маску, которую мы надевали на тот бал. Я помню эти маски. В них реально ничего не видно. Может, это и твоя? Распитание. Может быть, и моя. Знаешь, с моей ориентацией мы бы в первом кювете лежали. Лево-право путали. Да, да, да. Просто. Ты готова? Готова. А ты готов? О, это страшно. Правда? Да. Так, где ключ? Вот. Все. Погнали. Здесь сегодня ехали в садик, и Семи говорит, ну а можно я тебе помогу поворотник включить? Ты. А он же с другой стороны. Да, он с другой стороны. Он включил все. Фары, омывайку. Но в итоге включил такой счастливый вид. Я включил, налево поворачиваю, я такая еду, все, выключаю нахрен остальное просто. Направо, направо, еще право, 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 еще, еще, еще. Право, 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 право. Едем нормально? Мы стоим на месте. Вот теперь едем супер. Нормально? Да, ну мы очень медленно едем, но мне кажется, меня это в принципе устраивает всякими правилами. На самом деле, волнительный момент, потому что там в поворотах были ледяные лужи, очень скользкие. Учитывая то, что мы ехали на скорости, это довольно-таки опасно. В травмпункт ездить, так себе история. Тем более на первом свидании. Левее, 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 левее. Назад. Можем сзади назад? Где там R? Вот оно, в самом конец. Давай. Для меня дико интересно доверять человеку и при этом слепо водить машину. Ну и, соответственно, это сближает. Ага. Теперь выкручиваем влево. Нам нужно левее. Еще прямо до конца. Ага. Поехали. Все хорошо? Да, все хорошо. Ну хорошо, она видимо в машину умеет водить. Волгуемся? Да. Я постоянно приходилось подруливать правее, правее, правее. Левее, левее, левее. Он молодец, потому что это очень тяжело на самом деле. Сейчас мы проехали и пошелек пустой. Хорошо. Поехали прямо. Вообще у нас хорошо получается? Теперь левее. Я бы уже мечтала, чтобы это все закончилось поскорее. Мне кажется, подножки всех потели. Мне только подножки. Я мало думал, у бойца прошел, когда я... Я очень много прошел воспитаний. Я так понимаю, это связано с той историей, где у него была женщина, у которой ребенок. Почему нет? Имеет право. Там злая женщина. Наверняка это свекровь моя. Либо твоя теща. Моя теща. У меня никогда таких проблем не возникало в семье. То есть родители никогда никаких козей не строили. И мне было бы странно сейчас задавить эту бедную женщину. Когда она разъясняла определенные взгляды на эти препятствия, мне это понравилось. Здесь квадрат, на котором написано «Но секс». И я считаю, что нам нужно его сбить, конечно же. Давай прямо. Если нет секса в отношениях, это показатель того, что нет какой-то искры. Так не должно быть. Учитывая то, что я молодая девочка, он молодой парень. Здоровые оба. Перед нами, короче, сейчас футана. Я думаю, что это, наверное, измена. Правильно я понимаю? Ну нет, я не приемлю такую историю в отношениях. С разгоном? С разгоном. Учать, наверное, лучшее прям получилось из трех свиданий, да? Как будто вайп какой-то они словили. Чуть-чуть правее. Ох, нифига себе. Мы сбили фигуру на повал, прям раскрошили. Для меня это был полный драйв. Мы видим гору посуды немытой. Это бытовуха. Не будем забывать, что я все-таки женщина. Я люблю готовить, кушать. Я люблю убираться. Поэтому я думаю, что с этим проблем... Ну потому что каждая истинная женщина любит готовить и убираться. Это нормально. Все вопросы одинаковые. Ну, по крайней мере, в 2022 году это очень актуально. Мы приехали все испытания? Снова встала. Если можно, я бы хотела сесть за руку. Ну, давай. Так, хорошо. Меня восхитило этой инициативности. она хотела просто продлиться на время. Я оценил ее ход. Ты водишь машину? Я умею водить машину. Тесла. Но у тебя нет прав, да? Да. Блин, она попала в десятку, да. Я не ожидал такого вопроса и автоматически сказал правду. Ну, ничего страшного. У меня есть... Ребята, лучший совет от деда и от бабки. Сразу идите учиться на права как только можно. Сразу же. Права в современном мире нужны как... как... как умение печатать слепую на клавиатуре. Я обожаю сидеть за рулем. Я чисто таксист. Развожу всегда всех своих друзей. На пол. Ну, пищи гряной сверху. Меня хлебом не кормить, дай мне вот погонять. Ускоряйся. Здесь можно погонять еще. Давай. Я люблю полихачить, поиграть в шашки. Люблю на большой скорости ездить. Но, естественно, в пределах разумных. Ну, так, по-садуму. 140 скорость на край света в направлении лета. Вообще круто. Безопасно с тобой. Получается, что ты хорошо водишь, но у тебя нет прав. У меня есть водитель. А, ну, то есть, ну, у тебя бывает желание самому сесть и погонять? Как бы редко, потому что у меня другой драйв немного. Какой? О, работа. Работа? Да, там больше рисков. Там больше рисков, когда на высоте в Москву сиди окна маешь. У, сколько рисков. Ты когда-нибудь изменял своей женщине? Нет, конечно. Красавчик. Я не ожидала услышать другого ответа, конечно же. Но это похвально, если это действительно так. Никогда. Мне изменяли. Тебе изменяли? Мне изменяли, да. Как можно тебе изменить? Какой-то листец. Спасибо, очень приятно. Это даже не было как таковым комплиментом, как таковым фактом. Ну, так. Это было... Ой, Игоряш, тебе рассказать как? Не знаю, я оправдания этому никакого не нашла. А ты-то откуда знаешь? Сидит! Я просто умный. Очень неприятно, но такое было. И как ты справилась с этим? Тяжело было поначалу. Конечно, ты думаешь о том, что, блин, я, наверное, недостаточно хороша была. Или там, недостаточно дела для этих отношений. Но потом приходит осознание, что, да нет, ты была достаточно хороша, просто тот чувак оказался... Такое бывает. Возможно, она все равно обижена на того мужчину. Ей надо помочь отпустить неудачный опыт. Я считаю, что, знаешь, это самое главное, чтобы были внутренние ценности. Одинаковые? Одинаковые, да. Чтобы мы могли эффективно справляться с этими трудностями. Правильно. И мы плавно подошли. Алина, ты за пост эфира или против? К такому моменту, как пустой кошелек. Ну, пустой кошелек, не знаю. Это такая меркантильная история, на мой взгляд. Да, это очень хорошо, если у мужчины есть деньги. Я не отрицаю. И дело не в деньгах, а дело в том, что у чувака получилось, значит, их заработать. Значит, у него в голове есть серое вещество. Для меня это работает вот так. А умный мужчина это самый сексуальный мужчина на свете. Нужно взаимопонимание и поддержка для того, чтобы мужчина понимал, что в отношениях не самое главное. Безусловно. Благодаря только тому, что тебя поддерживают дома. Интересный диалог. У тебя вообще появляется символ, что-то делать. Понятно. Я тебя благодарю. Алина, это интересно. А вот на самом деле большая часть богатых людей настолько умные. Они просто находились в нужное время, в нужном месте и знакомы с нужными людьми. Как ты относишься к такому богатству? Алина, напиши, пожалуйста, в комментариях. Хорошо. Алина вызвала во мне доверие, которое, возможно, перерастет во что-то большее. Итак, еще трем девушкам удалось побывать на свидании с мистером Икс. Чего Валя опять? Но ни одной из них пока не удалось разгадать его главную тайну, что он совсем не тот, за кого себя выдает. Ну, она просрала свой шанс. Ну, он дал ей еще один шанс. Спасибо вам. Из Дева. И борьба за его сердце и воображаемый кошелек стремительно набирает обороты. Посмотрим, как воспримут остальные девушки возвращение соперницы. Ну, вообще, мне не кошелёк. Ну, Валя, да, Валя. Милю, Милю. Я ждала девочек, потому что было очень интересно, чем они занимались. Как провели время? Классно! Что делали, что ли? Ну, короче, мы приехали на трассу. Вы на мойтиках катались? Мы катались не на мойтиках, как они называются? Багги. Обидно, что не я. Я очень люблю вождение. Для меня это было бы суперкрутое свидание. А страшно было? Нет, было не страшно. Он был за рулем и рядышком сидели. Втроем? Нет, по очереди. Была трасса, и на ней стояли препятствия. И мы выбирали, хотим ли мы видеть это в своих отношениях или не хотим. То есть, либо мы объезжаем это, либо сносим. По-моему, это очень крутая задумка. Когда ты входишь в отношения в серьезные, заведомо, судя, что для тебя это действительно важно. Знаете, что сбила Валя? Тещу! Валя, вы не что? Ну, или свекровь. Нет, теща. Сомневаюсь, что у нее была когда-либо свекровь, поэтому, ну, развлекался человек. Эта свекровь, короче, застряла на угле машины и, короче, вообще перекрыла весь вид. Мы не могли проехать дальше, пока она не свалилась. Хорошо, что я не поехала на это свидание. Это все не для меня. Я люблю больше спокойствие, комфорт и уют. Ну, был у вас тогда-то пообщались, там не пообщались. Да, все поговорили. Кто-нибудь целовался с ним? Конечно, все по очереди. Да, я думаю, вряд ли. Во-первых, это свидание на троих. Во-вторых, Арина была одна с огоньком в глазах, остальные просто, ну, есть и есть. Ну, расскажи, что новенького узнали? Давайте как-то пазлы собирать. Не знаю, у меня такое столько противоречий сейчас в голове, потому что, кто как его описывал, у меня вообще совершенно другое представление что-то. Да, я тоже согласна. Он вообще максимально к себе расположил сразу. Он улыбчивый, уверенный в себе, у него прикольное чувство юмора. Я себе другим его представляла. Вообще, чувство юмора, это, кстати, главное. Я не ожидала, что мне может так понравиться мужчина. Первый раз в жизни. Что-что? Опа! У Алинки горят глаза. А то что у нас тут вторая Виктория? Не понял. Что, ты чашь по нему? Девочки. Сразу леди такая. Алина очень радовала пообщаться с ним и вот наконец заторвалась. Но до ревности пока еще далеко, рановато. Мне понравилось. Я поняла, что я не зря сидела в этом террариуме. Есть за что бороться. Бороться будешь? Я слух это сказала? А нет. Они аж не борец, но дуричут. Я очень стараюсь себя ни с кем не сравнивать. Но тут настолько очевидна наша одинаковость по типажу, по темпераменту. Ну, Алинки, конечно. То, что вы две брюнетки? Да, это ничего не значит. Вообще. Абсолютно разные. Во чем? Нет. Не могу это сказать. Ты сейчас, скорее, наеракелян тогда уж сравни, ладно? Ладно, Сон? Это, знаете, были вот одинаковые Зары и Сагдиана на фабрике звезд. Ну, грубо говоря, типаж там был прям одинаковый. Здесь совсем... Типаж вообще... Вообще. Сон, не переживай. Провать! Ну, я с этим справлюсь. Ну, мне как бы и Соня, и Алина импонирует. То есть, не могу выделить. Наверное, Соня чуть больше, но Алина тоже такая. Сначала мне не очень нравилось, а сейчас... Обычно в подобных шоу было как? Есть кучка неудачников, которые уходят постепенно, и ты совершенно спокоен. А тут, получается, каждый будет уходить личность. То есть, даже прошлая Наташка Королева, которая ушла, было достаточно неожиданно. И она вообще-то очень сильный персонаж, который мы вообще думали, что в топ-3 попадет. Она ушла. И сейчас вот любая девушка, которая уйдет, это достаточно сильный персонаж. Кроме Лизы для меня лично. Она не такая. Она пока себя не проявила никак. Да я думаю, это мы проявлять нечего. Проявлять нечего. Все остальные... Ну посмотрим. Я еще верю в мою рыжульку. За Валю я не сильно расстроюсь. В плане, ну, типа, просто поржать будет меньше повода. А так в целом... Маша еще очень хочет свидания. Прям явно. Она много чего хочет. Ну и фею как бы тоже, да, сбагрили. Да. Ну ты тоже, извини меня. За Вольнете полетит. Что там? Да, доставайся быстрее. Все-таки нау-мей-хап. Приглашайте на утренний кофе с красивым видом. У тебя идет машина. У тебя неоподелуйка через 15 минут. Погружишь, голову не вытащишься. Игорь, конечно, в затеянии. Митя, куда ты меня пригласишь на утренний кофе с красивым видом? Детка, мне каждый день у тебя такой подарок, да? Шторку открой, не забудь. Гений свиданий. Постарайся не опоздать, пожалуйста. Я чувствую, что у Софы будет тоже красивое свидание. И я не исключаю этого момента, что Игорю она может понравиться, потому что Софи красивая женщина. Уже с бутиной. У Юли причесон просто взрыв. Причесовка одна идет. У нее индивидуальное свидание, а индивидуальное свидание всегда у нас какие-то интрижки, загадки. Там сосуды обычно, кстати. 15 минут, конечно, жестко. Ну да, типа, за 15 минут, реально, аж зубы не потратили. Просто факт. Просто факт. За 15 минут, мне кажется, можно сделать все. Потому что у тебя волосы, у меня только волосы расчет. волосы, вы целый 30. Механией, хвали. Ну правильно, женщину выбрал. Я могу собраться за 15 минут. Вика уже наеба сейчас. Ты, ты, ты. Я собираюсь. Вот это непонятно. Ну зато круто, что ты отдал. Привлекает, да, в форме? Да. Мне, кстати, Викой он как. Я прям очень рада. А она когда рот открывает... Если у нее будет онлифанс, я подпишусь. С дружбой. И у нас столкновение, интерес. А если у тебя будет онлифанс? Она подпишется. Я, блин, миллионер вообще-то, если что, онлифансовый. У нас просто прикол в Телеграме, когда я пишу, что, мол, Митя там работает, а я что-то делаю. И сейчас спрашивают, а кем Митя работает? Кем Митя работает? И кто-то из зрителей написал, Митя вообще, ты профессиональный онлифансер. И вот у нас теперь повелась. Соней, один скино. Но это не отменяет того, что конкуренция может быть честной и основанной на взаимоуважении. Тут же красится, господи. Как они все боятся быть естественными? Я приезжаю, хелепорт, вертолетная площадка. Я рада, что я его увидела. Наконец-то. Он живой, настоящий. Я таким потеплела уже. Привет. Господи, у меня это... Отлично, сегодня так солнечно. Имбирь попал в горло. Подожди. Или косточка. Да, поесть. Все хорошо. Поесть, или бредочки заказать. День чудесный. Очень классно, да. У с погодой нам повезло. У разных... Слушай, у него прическа, как у Егора Хрида. Из Телеграма. А у него, да. Развлечения. И они не ограничиваются только вертолетами, да, какими-то яхтами, дорогими автомобилями и так далее. И я тут подумал над своими увлечениями. И я хочу быть, наверное, коллекционером. Коллекционером эмоций. Класс. Я хочу, чтобы мы сегодня... А он, как Егор Крид, говорит. Коллекционером эмоций Егора Крид. Мы начали складывать в шкатулку своей коллекции многое ощущение. Спасибо. Так что вот так. Пойдем? Пойдем. Когда я был военным, нам нужно было один раз в полгода сдавать тренаж по прыжкам с парашютом. Мы летали на вертолетах. То, что я везу свою девушку на свидание на вертолете, это у меня вообще впервые. Летало? Да. А еще он на старшую? Да. В прошлом моем паре... Он просто так это откроет. Слушай, ты можешь там дверь открыть? Там смотри. Достаточно в суровых условиях и был большой риск, что мы разобьемся вместе с этим вертолетом. Но я себя настроила, что все будет классно. Расслабилась максимально и старалась кайфовать, получать удовольствие. Так инструктор, что вы... Такой странный пас. Вот спереди. Они ничего не делают. Там пилот есть. Вот сидит пилот. Какой риск? Бывают такие люди, сидят рядом и бесят. Обалдел. Я в инстаграме подписанного парня. Ну, предприниматель такой есть. Андрей Шарков. Крутой чувак, который, знаешь, шокобокс делает шоколадки. А, для брендов? Да, да, да. И вот он увлекся вот этим делом. И он, короче, выкладывал сторис, как он истребитель ведет. Истребитель. Я такой, ни хера себе. Он богатых своей причуды, знаешь, таких случаях говорят. Ну, круто, что такое важно. Он может себе это позволить? Ну, это интересно. Вообще интересно. А Игорь меня не напрягает. Мы с ним нормально. Не напряжены. Я думаю, что в такое время я подогналю, и весел в природу. Мои родители обожают постоянно там в природе пугать, палатка. А что за сведения? Они тоже любят путешествия. У нас был совпадение по родителям. Кто что любит. Это было классно. А ты любишь? На машине нет. Каждый какой-то отдав нужен, чтобы нам что-то новое было. А когда ты путешествий с одним палатками, но... Однообразно. Однообразно. Однообразно такое. Но за счет, наверное, этих разговоров сразу появилось ощущение, что мы давно знакомы. Интересно, что там дальше? Будет. Я ее сейчас на руки возьму. Давайте сюда. Я не маленькая. Видел? А, какая тут. О, вот это глаз. Блин, Горян сильный. Я тут Сему, когда вытащил из кресла и тащил его до дома, пока он скупал. Я чуть не... Не об все. Не об все. Да, реально тяжело-то было. А он так это ее поднял. Ну и скачается. Мистер Экс, потому что... Мистер Экс. А ты 3 Экс Эль. Надо чуть-чуть... Снизить. Да, ты 2 Экс Эль снизишь, уже все. Уже сможешь поднимать. А как раз все. Вот еще килограмм наберет. Принцессой почувствовала. Еще очень приятно. Спасибо. Да? Ну, ладно, Горян, на самом деле ты не так много пронес. Я на второй этаж тащил его, моего чемпиона. А ты просто его дотащил до коврика. Ну, соус устроил. Мы прилетели в усадьбу Лермонтовых не просто так. Он нашел в 17 лет свою любовь именно здесь. Так романтично. Романтично. В атмосфере этой усадьбы зарождалась любовь. Посмотрим, что будет между мной и Соф. Сейчас перейдем будут сюрпризы. Блин, как классно. Мне так нравится такая эстетика. Великолепие усадьбы. Очень круто. Прям как будто бы кто-то читает мои мысли и потом такой волшебство. Девчонки! Я вас жду. Пакелы, луки и мишени. Мы сейчас будем стрелять, как будто бы Игорь в сердечко. Кто попадет, тот попадет. Девчонки, привет! Привет! Как тебе, Юлина, шапка? У него вратил в ночи. Огонь! Прямого перерыва! Ну, честно говоря, потажненько. Я вообще в трансе стрелять будем с лука. Я его никогда в жизни в руках не держала. Я его не видела даже никогда. Страшно? Да. Немного. Интригующе. Через нагрузка. Я это вообще антоним. Я могу бегать за пивом в ларек. Все. Стрельба из лука будет у нас особенной. Я никогда до этого не стреляла и я плохо вижу. Каждая будет бороться за свою информацию об Игоре. Об Игоре очень интересно получить что-то новое, потому что информация... Маша фанатка Игоря просто... Я солью информацию в самом конце. Я как бы не особо. Ты что, не с такого стреляла? Я? Ну, я не знаю, как в студенчестве до встречи со мной. То же самое мы не стреляли. Я стреляла только из этих, из пистолетов, вот, из патронов, как они называются? Нерфы? Нерфы? Как они? Нерфы? Ну, как это называется? Ну, писали это ваше Семико, как это называется? Нерфы, нерфы. Ну, из нерфов только и то. Не, я ничего не умею, я вообще... Вот я вспомнил, единственное, что было у меня из метательных штук, это сирюкены. Где ты взял? Это и азиатские ножи такие. Не, я знаю, что такое где ты взял, я спрошу. У нас кто-то... Бывшие, да? Бывшие, да. Да, у нас кто-то из ребят, ему батя их выпиливал из металла, делал эти ножи. Честно, это просто... Я не знаю, почему я этим играл в 15 лет, но вообще этим убить можно было, потому что мы кидали в дерево, он уходил больше, чем наполовину туда. Ужас. Прям реально крутые метательные штуки. А, нет, самая пушка, вот самое, что лучшее может быть, это трубка, на нее надеть напальчник и стрелять рябиной. Вот это... Нет, ладно, рябину я тоже стреляла. Вот это, это топ. Топ за свои деньги. Сейчас молодежь этим не занимает. Сейчас ваши тиктоки, а у нас просто вся рябина нахер в поселке была срублена нами, ну, с нижних, докуда дотянуться могли. И все в этих подтеках, все гаражи в этих рябиновых подтеках, все. Ой, сейчас вы молодежь, скучно живете, тиктоки эти, вон, рябина. А что будет что-то такое интересно выдаваться, что мы прям... Не работает еще хорошо. Вам необходимо разбиться. Буду ждать, буду ждать момент. Короче, с этого момента я теперь ее не говорю и потом, в какой-то момент я скажу, и ты засмешаешься. Хорошо, мы с Катюхой рядом стояли, мы с ней стали парой. Я стрельну, она стрельнет, мне отдадут ответ, ей дадут ответ, и мы такие поделимся друг с другом. Давай, давай. Хотя бы не с Викой уже хорошо. Ой, у меня нет пары. Неудивительно. А чего она хотела, если все к ней относятся, как к последней... Окей, Катя и Алина начинают первыми. Пожалуйста, я стреляла из оружия. В тир мы с папой в детстве очень часто ходили, но это другое. Натянули сетевой! Алина прям как-то раскрывается, она мне вначале казалась, что она вообще-то делает? Вообще такая, секси... Мне кажется, что это работает из-за того, что ее пригласили на свидание. Так же и мою Лизочку вызвав на свидание. И она будет никакущей. Хорошо. Делаем стахл. Хорошо, давай посмотрим, посмотрим. Ставьте лайк, если думаете так же. Поехали, пиджак! Давайте, давайте! Блин, это же есть с огнем, вообще-почти не просто стрелы. Это вообще очень сильно. Это же опасно, ребят. Там огромное. Нужно как-то держать равновесие. Не получалось? Не надо целиться на меня! Мне кажется, надо было бы им попробовать без огня сначала дать. Потому что это очень странно. Горит эта хипа на конце. Казалось, что мы заживо себя сожжем. Но стреляйте! Да подожди! Они не могут не поставить. Да они по пираторам могли с какой-нибудь помнить. Вообще... Я бы застремался давать людям, которые никогда этого не делали. А можно я просто кину? Как дротик? Алина сказала, ты просто стрелил целое шоу. Все вы... Что, огонь попал? Что? Пожарный! Давите сразу, долго не ждите. Стой, остановись! Показываю. Вы берете лук, вставляете стрелу вот сюда. И уже вот здесь вы натягиваете стрелу и стреляете. Все! Ооо! Как метко! Самое главное хотя бы попасть в мишень. Вы готовы? Нет. Жесть! полнейшая. Какой-то трэш полный. Да. Всякое бывает. Да ну ладно. Смонтирую, конечно. Катя Брусинкина. Мне понравилось. Вообще, я уже стреляла из такого лука один раз. И тоже хочу все узнать, тоже хочу все выиграть. Ну и еще пара. Идите, идите. Вот смотрю на Юльку, а она прям видно, что уже убила зверя какого-то. У Юлики сейчас шапка подгорит, мне кажется. И не могу сплять умеет. Потому что ее шапка явно была создана ее собственными руками. Поехали! Я чувствую себя индейцем и в своей тарелке. Сейчас я покажу класс. Но под уляночка. Давай, иди, девочки! А чего он не летит? А чего ты, Лиза, заматерилась? Может, закуришь? А Лизка вообще самая такая мимо кассы. Лизке лучше вообще огонь близко не подносить, а то мало ли казус случится. Кого на костре раньше сжигали? Рыженьких. Рыжие все были ведьмы. Лизонька, солнышка. Да, да, точно. Леворукая, мне трудно. И в посадку. Прям как китайские машины. Леворулые. Ай, да. Гроза ума слабенькая. Что поделать? Ой, ой, горим. Стрела, стрела, Юльна, старая стрела, ты подожгла ее. И еще третью, четвертую. Кстати, она просто тоже рыжая. Наверное, поэтому там все загорелось. Немножко ведьминский дух пошел. Девочки, как дела? Нет, еще пока нет. Сейчас я вернусь. Вязка, братан. Не получилось. Я боюсь, что сегодня всю информацию я оставлю себе. Ром, зачем делать такое лицо? Как будто там что-то такое, что мы вообще умрем, если не узнаем. Вика, вся надежда только на тебя. Ой, ой, ой. У меня координация развита. Я как бы в себе уверена. И это тот самый момент, где я всем утру нату. Как всегда. Ну, просто раньше ароматы только для меня специально делают. Ну, ладно, так и сделаю я ароматы. Офигеть! Вот йога, ребята. Вот знаешь, вот эта тонкая грань между уверенностью в себе и скромностью, да? Нужно вот этот вот баланс обретать. Нет, между уверенностью в себе и самоуверенностью. Такое, знаешь, немножко, мне кажется, разные по типу. Вот самоуверенность это такое что-то прям уже с негативным. А ну, уверен в себе, ну, в принципе, это хорошо, что человек уверен в себе. Но самолюбование какое-то уже немножечко. Короче, Вик, смотри, вот тебе от главного уверенного деда Ютуба совет. Почему, например, ну, я часто выпендриваюсь, но почему это воспринимается норм? Потому что должна быть щепоточка самоиронии. Да, соглашусь с тобой. Ты совсем забываешь немножко подшутить над собой, и поэтому кажется, что ты просто снобийская... Штучка. Штучка. Тем временем, Илья приводит Софию в импровизированную художественную мастерскую, где ее ждет необычное задание. Ого! Как ты думаешь, о чем сейчас заниматься? Какая. София права. На белом холсте под специальной пленкой действительно скрывается ее портрет. Но все не так-то просто. Прежде чем его увидеть, девушке придется пройти психологический тест нашего мистера Икс. Не знаю, давай проверим. Ты это или нет? Прикольно, это сто процентов. Свидание, это в мою честь! Я хотел узнать, насколько Софа эмоциональна и какими красками она может разукрасить свою картину. Смотри, вот эти вот краски это твои эмоции. Так-так-так, вообще-то я же психолог, мне хлебом не корми, дай краски эмоциями поназывать. Красненькая любовь. Отлично. Тоска серенькая. Очень логично. Финансовая стабильность. Отлично. Золотая. Золотая. С чего ты начнешь? Любовь начинается с дружбы. Красный и зеленый. Кстроличное сочетание. Я очень творческий человек, максимально, поэтому для меня порисовать это вообще суперкруто. Надо чуть-чуть страсти тебе добавить. Мне говорят, ты скромный. Не знаю. Возможно, я тебя приятно удивлю. Мне хотелось близиться с ней. Я думал, может быть, как-то ее расслабить. Тебе надо немного дружно накинуть. Потому что ты не дружишь со мной. Я с тобой дружу. Где? Я почему-то боялась дотронуться. Мне как-то было страшно его испачкать. Я сейчас тебя забросаю финансовой стабильностью. Ясно? Если бы я нуждалась в финансовой стабильности, я бы такая, так, давай. Но она у меня есть. Пусть лучше, чтобы человек будет со мной больше времени проводить. Это важно. Я сейчас в материнстве переплачка. Не знаю. Ты хочешь, чтобы я была беременная? Мне рассказывали, что ты хочешь близнецов. Да. Мне удивительно, то, что на свете существует мужчина, который говорит, я хочу двойную. Мужчины обычно об этом не думают. А ты хочешь? Нет. Я одно не поняла. Было заявлено, мы будем пить кофе с красивым видом. Какого хрена? Сначала вертолет, потом картина. Я просто хотела, чтобы они попили кофе и потом пососались. Все. Все. Я что, так много прошу? Ладно, нормальное задание. Просто, честно сказать, диалоги такие прям супер неловкие. Он как будто бы такой, бля, такое, Маруна Балюниша. Она сейчас вообще офигеет. Слушай, сразу нашел ее инсту. Давай. Просто она участница шоу Мистер Икс. И поэтому она миллиарды зарабатывает. Ретрит, ретрит, что за деньги? Сейчас актуально деньги открываю. Я родилась и выросла в обычной семье. Понятно, ладно. Я родилась и выросла в обычной семье. Сейчас, подожди, я зайду все-таки в ее телеграмм. Философия. А, так она уже как бы повторяет себя сама. Ты все пытаешься волшебно-то плюс ее мани, бич. Да, я пытаюсь найти волшебную таблетку. Может, она просто энергокошенкурс какой-то. Ладно, потом изучу, расскажу. Хорошо. Следующая серия. Знаешь, почему? Почему? Потому что сразу как бы двое и надо разрушать. Мне, безусловно, понравился взгляд Софы на материнство. Она с большим энтузиазмом рисовала этой краской. Хочешь на лесу чем-нибудь? Ну, Чуть-чуть такая. Так, смотри. Какой котикался. Сейчас я немножко информацию узнал. Она выкладывает сторис. Моя подписчица и ученица. Пришла с ней встретиться. Значит, она к чему-то обучает. Значит, отдала ей книгу, она мне капельку любви. Если вы тоже хотите что-то у меня забрать, купить, обменять, то добро пожаловать в телегу. Смотри, что обменять? У меня уже полквартиры распространено, она выкладывает книги. Какие книги? Давайте посмотрим. Пиши, сокращай. Тонкое искусство пофигизма. Подсознание может все. Джон Кеха. Новый код НЛП. Все, пожалуйста. Сапиенс. Сапиенс. Сапиенс хорошая книга. Ну, Сапиенс хорошая. Сапиенс хорошая книга, но ее нужно было прочитать лет 8 назад. Тренирую свой мозг. Причем, если ты сейчас не прав, кстати. Я не прав, да я не прав. Фигню говорить. Хорошая книга, Сапиенс, прочитайте. Она, конечно, полная, вот мы недавно обсуждали с твоим, между прочим, батюшкой, эту книгу, и мы поняли, что она в полном отрыве от реальности. В контексте современных событий эта книга абсолютно не про то, что мы должны делать и к чему стремиться. Ну, давайте это обсудим в телеграм-канале где-нибудь, а не здесь. Кажись, она учитель. А, выберите карту. Короче, она учитель, таролок, четвертый. А ребята же не видят ничего, не думают, что мы просто телефон не сидим. А, ну вот. Давай, вот выберите карту. Выберите карту, выбрали карту. Молодцы. В мире все едино. Разделять пламя с водой, а воздух с земною твердью проще, ведь разделение доступно глазу. Единство не требует душевного труда и открывается лишь чуткому сердцу. Митя, я тебе хочу суть вторую карту выбрал. Да. Чувствуй свое тело, оно знает ответы. Как раз пошел. Что ты боишься? Я совершенно не ожидала, что мы будем рисовать в такой дурашливой манере. Ты меня боишься? Ну да. Если что, я даже не могу воспроизвести, что я прочитала, что мне за посланник. Докалк какой-то прочитала эзотерический. Я боюсь. Мы тебе пока еще не доверяем. Ого себе. Вот это заявление. Все значимые мужчины моей жизни покидали меня в какой-то момент. Из этого я могу сделать выловить, что мужчина это нестабильный. Он может уйти. Но это у меня, знаешь, такое сразу защитная реакция немножко на мужчин. Я не люблю, когда люди мне не доверяют. Блин, ну как мне дальше с ней общаться? Почему мне хочется добавить радости? Ну давай, давай, ладно. Добавляй радости. Мне очень важно довоевать доверие Софи. Прямо было близко. Вы видели это? У меня усики. Только что-то как-то он покрасил тебя в коричневый цвет. Это усталость. У тебя, кстати, тоже коричневый цвет. Я обожаю такие свидания, когда вы ржете над любой фигней. То, что он хочет со мной посмеяться, это прикольно. Это флирт, это игра. Ну так что, давай снимать? Давай попробуем. Давай попробуем. Последние штрихи и портрет готов. Интересно, как оценят наши герои результат своего художества. Ну что, как тебе картина? Ну как идея, подарок, кстати, очень классный. Вот такие портреты, мне нравятся. Да. Прям супер. Красивая, блин, очень здоровая, мне понравилось. Ну что, спасибо тебе за то, что поделилась своими эмоциями, да? С тобой сейчас перейдем к следующему этапу. Так сказать, у нас есть еще этап? Как интересно. У него наушники выходит, что он заинтересован в каком-то общении со мной. Девочки, 30 секунд, иначе стрела прогорит. Так, ты готова? Давайте! Мил, готова? Не страшного, стреляй! Ну натягивай! Цель и столь... Тю-ю-ю-ю! Это монтаж, мне кажется. Я попала! Чувствую себя. Ты же такая леяная девочка, реально думаешь, что это не монтаж? Валентина. Вообще, я очень боюсь огня. Даже на кухне. Очень боюсь обжечься. Она просто потушена стрелой, если что, единственная. Малка, что не попала. Потому что вдруг ее в Зев надо будет засовывать. Ушел. Мне было очень интересно. Блин, может, ей тогда в Зев с огнем просто запихивали? Я просто не знаю. Рома. Игорь. Господи, шутки, провален Зев уже, ну, переходят все границы, простите, пожалуйста. Кафелук Романа. Ой, да Ромчик, давай вообще кайфовываем. На столе. Не, он очень... Действительно, он готов жениться или все-таки нет? Мария и Анастасия, пожалуйста, к столу. 30 секунд, время пошло! Когда ты смотришь на других, ты думаешь, сейчас как возьму, сейчас как натяну. Кстати, да, так кажется. А, ну, вообще не так. Маша! Да блин, ну, потому что она соскальцевает, это стрела. Сложно, сложно. Почему их наконечники все время направлены на меня? Ну, я не знаю, руки не с того места. Есть любезти надо, ну, ладно. У меня прям от восторга все колбасит. Девчонки, вы... Наконец-то наша бешеная фанатка сможет узнать какую-то данную информацию о своем кумире. Большие молодцы. Вы научились держать лук в руке и стрелять из него. Я считаю, это было круто. И могу что-нибудь вам слить одно всем. Давай. На выбор я могу вам дать три варианта. Давайте. Первый. Встречался ли Игорь с двумя девушками одновременно? Изменял ли Игорь своей бывшей девушке? И самая дорогая покупка Игоря. Давайте встречался ли с двумя одновременно? Да, первый вопрос. Это общее мнение? Да. Вот этот вопрос мне бы очень интересен. Потому что это тоже очень характеризует человека. Нет. Грустно. Не изменял, тоже понятно. Кто-нибудь уже знает. Ромка, мне кажется, шайтан. Муша жужжит. И личные вопросы делает, чтобы мы там не заплывали жиром. На какой вопрос ты хочешь получить ответ? Какой? Говори. Блюдо. А, блюдо, блюдо любимое. Любимое блюдо? Да. У нас же был в ресторане разговор. Ты чаще мясо ешь и пьешь к мясу. Ну, конечно. Ты не ешь тоже мясо? Так, все, быстро. Давай, тебе представляется возможность узнать о Джессике Честень какой-то вопрос. Что ты ей задашь? Ну, можешь Лизу Шмелеву представить мне, не важно, там они одинаковые, как бы в целом. Ну, как бы, что тебе? Вот просто, ты у меня делала просто любимое блюдо. Вот важно ли мне твое любимое блюдо? Ну, какого-то мужчина. Ты можешь мне познакомить с Кристофером Новым? А я бы что-то просила. Я всегда меркантильный, я всегда из своих интересных. Нет, ну это не корректно, ты бы никогда так не спросил, ты же все-таки корректный человек. Я думаю, вряд ли. Ты себя удружил с Джессикой Честой? Ну, первое, вот типа, вот ты, чтобы ее не знаешь, там, ну, так вот, просто какой-то вопрос, вот что бы ты хотела не узнать? Блин, ну она тебе не так интересна, ладно. Ну, кто тебе интересен? Макс, скажи, а что бы ты спросил? Блин, нет, это сейчас вообще Как меня. Я говорю, про блюда неинтересно спрашивать, да? Готовят для кого-то мясо мороженое? Нет. Нет, а я знаю, что я спросила его? Сереж, как ты считаешь, Юлия Савичева хорошо вживую поет? Очень интересно узнать, если любимое блюдо вдруг стейк, то это, ну, столкновение интересов получается. Нормально. Трожки бабушкина. Я так решила. Давай, Маш. Во сколько детственности лишился? А ты не хочешь узнать, допустим, что Игоря больше всего бесит в отношениях? А можно? Хочешь? Хочу. Давай, плачь, потому что он считает, что это средство манипуляции. Так, а, еще я знаю эрогенную зону Игоря. А вот что дает информация, во сколько лет он лишился детственности? Мне просто интересно. Мне тоже интересно. Вот что это за вопрос? Ты по Джессике такого не спросил. Я просто не могу сейчас сформулировать, что бы я спросил. На самом деле, вообще ничего не спросил, потому что это очень странно задавать один вопрос человеку. Если вы беседуете, вы задаете сразу много вопросов. Вы просто погружаетесь в этот поток общения, и уже там вы даже эти вопросы не выделяете. Вы формируете общее впечатление беседы о человеке. По одному вопросу судить вообще нельзя. Тем более про потери в детственности. Ну, это вообще просто. Что это дает? Что тебе это даст? А если он до сих пор детственник? Может, это еще идеально? Мне кажется, Маша, она такая, конечно, она очень... Вселенная слишком. Вот это, кстати, инфа нужная. А, ты эрогенную зону хочешь узнать? Ну, хорошо. Окей. Все, никому ничего не говори. И что это сейчас не даст? Мне просто вопрос. Да. Кто следующая? Я спрашиваю сразу же, был ли поцелуй на проекте? Окей. Что? Я взял, ты вышел. Бэйби, ты шишинич. Что-то говорил, что его не было. Кто? Имя, фамилия, отчество. С какой крысой мы хаваем из одной посуды? Вот это мне. В смысле? С какой крысой? Почему она обязана вам говорить? Ты сосалась? Да не сосалась я. Не сосалась, все просто. Еще раз, прошу последнего. Не сосалась. Я просто не могу поверить, что кто-то умудрился за это время с ним поцеловаться. Я что поняла, что слово сосался на меня настолько вымораживает, я вот даже когда в шутку произношу, меня аж прям передергают. Кто вообще? Ты специально произносишь что-то. ну просто вот как можно в жизни сказать сосался? Это, ой, боже мой. Вот просто поразнесите сейчас вслух. Я прям представляю, кто-то сидит домашку делает. Такой, сосался. Мам, а что? Да? Мам, да там, видите, бельчики вообще охренели уже. Мам, и для меня это шок. А все ответы честные? Да, сто процентов. Сто процентов честные. Знаете, кто-то врет у нас на проекте. Все пойдем, разводим, все пойдем. Закройте свои рты курицы. Я имею право, об этом не говорится. Я взял луты и дышим. Я вам желаю удачи. Мы в тему бываем. Она имеет право. Спасибо. Пока. Тем временем романтическое свидание Софии продолжается. Кофе где? Почему кофе нет? Девушку наш мистер Икс. Ого. Как красиво. А где кофе-то реально? Присаживайся. Спасибо большое. Шампанское. Я думаю, сейчас кофейню. Там какой-нибудь бриошь с соусом с голландским с какой-нибудь яичницей вкусной. Что-нибудь такое. Говорит, что за кал? Спасибо. Чтобы светло было, а не как будто там в пыли. Вековой. Как будто в театре в гримёрке. Или на сцене. Романтик полный. У меня такого не было. Чего? Да. Держи. У меня такой романтик каждый день. Я все вечером сражусь. Наливаю. Ну, что наливаю. Волчок. Что я могу налить? Ну, какой-нибудь. Не надо безалкогольного. Да, можно тархун налить. Берёшь, значит, подносик. Нулёвочку. Не, нулёвочку я себе. Да. Ну, и берёшь подносик мраморный. Такой чёрный. Туда чипсики просто высыпаешь. Всё. Романтик готов. Романтик. И можно российского кубиками ещё настрогать, но если чуть более голодная. Всё. Идеальный романтик. Понимаете? Ну, виноградный трост хуже какая-то там. Это когда получка. Это когда получка. Я тебя просто хочу покормить. Ой. У меня ещё 7. Весёлая игра. А теперь я вот себя вот хочешь научу этому искусству? Фух. Ну, юмор тут, конечно, наше всё. Слушай, а можешь сказать, а кто смешнее? Игорь Сорванец или Женя Утопия Шоу? Они на одном уровне примерно. Главное, что они считают, что у них есть чувство юмора. Вот, я считаю. Вот это вброс сейчас был. Ой, да ладно. Не будем рассказывать. Нет, Топ вообще, кстати, крутой. Ну, как контент-мейкер, да. Но чувство юмора. Слушай, понимаешь, я не спорю, что... Что его жена разлетает из его шуток. И я не спорю, что кто-то считает меня самым вообще кринжовым и шуткомастером на свете. То есть, это нормально. Просто кому-то нравится чувство юмора Игоря. Для меня, например, его просто нет. А кому-то бесит моё. Типа, кто-то с акзамом разрывается. Вообще, посмотри на Олю Вашурину. Она только и держится на том, что ржёт над его шутками. То есть, просто каждый находит для себя, да. И мы находим для себя разные каналы, там, и смотрим людей, которые нам кажутся смешными. Понимаете, о чём я? Всё в мире взаимосвязано. вот я к чему. Вот видите, сказал мне смешную шутку. Софри. Для того, чтобы она ещё больше доверяла мне, решил показать ей фотографии своей жизни. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это с такими большими глазами? Наверное, мой братик. Да? Да, я шучу. Это я. Ну вот, вот типа, вы посмеялись сейчас. Я шучу, это я. И типа, ну вот всё. Класс. А сколько тебе здесь? Наверное, четыре. На шучу, нет, пять. Знаешь, выглядишь старше. Вот я люблю шутки. Я люблю шутки Мити, понимаете? вот, подкупил меня. Десять лет не отпускает своими шутками. Прям такая же есть. Я думала, нет, такой. Это удивительно. Ты такой, с щёчками там. Где щёчки? Скулы такие, порезаться можно. Я восхищена тем, что он решил пустить меня в личное и показать мне свои детские фотографии. Это мама? Это моя мама, да. Красивая. Она мне родила в 18 лет. Серьёзно? Да. У тебя молодая мама? Да. И у меня молодая мама. Сколько я лет исполнилась? 46 я исполнилась. и моя тоже. Какой же? Ничего себе. Из-за того, что у нас такие похожие мамы, можно предположить, что у нас было похожее детство. Как он? треугольный. Как сделать рот треугольный? Всё зависит от твоих возможностей. Я много могу. Я много могу. Мы с ней перешли на шутки 18+. Видно было, что она и смутилась. Хватит. Видно было, что ей было. Шутки вскручиваем. Голубач. Да? Ну всё, что ты? Держишь его? Что ты держишь? Передо мной вставляешь уже давай. нервничалась, распоряживалась. У меня щёки покраснели просто. У меня горит всё лицо. Ужас какой. Хотел у тебя спросить кое-что. Ты сказал, что у тебя есть какое-то недоверие к мужчине. С чем это связано? Я была замужем. Да. И не всё было супер гладко. И измены были. То есть мужчина мне изменял. И манипуляции. Ну всякое разное. Было неприятно. Я не хочет этого вспоминать. Хочу, чтобы в следующий раз когда я выйду замуж. В этот раз и на всю жизнь. По её глазам я увидел, что она очень сильно переживала. Я считаю, что возможно ей необходима поддержка. Ты заработала, сыр. Почему? Бабушку превращусь и потом он убегал. Слушай, у него такой же фетиш как у Акзама. Кажись, кормить женщин. Слушай, у меня такого никогда не было. Я сейчас подумал. На себя он думал. Очень непонятно. Ну Игорь, ты тоже мужик. Надо быть как Игорь. Я же тоже хочу быть мужиком. Маскулином. Настоящим. Традиционным. У меня вообще такого нет. Кормить женщин. Я попробую после съёмок. Ну слушай, ну давай. Может быть. Может быть, мы раскроем новые границы наших отношений. У нас был поцелуй на проекте, но каждая девушка, на свидании говорила, что поцелуя не было. Кто-то среди нас, получается, обманывает. Но это точно не я. Катя, Вика и Юля была. Валь, на тебя точно никто не подумал. Честно. Я не знаю, как себя вести, чтобы... Слушай, это может быть Игорь, и ей травматический опыт с зёвом оставил. Меня не раскусили, и мне хотелось сделать только вот так. Ты думаешь, он ей всё-таки эту стрелу вставлял? Вместо вот этой ватной палочки, да? Я была на групповом свидании вместе с Настей. Ну, ты отходила с ним лично несколько раз. Так же, как и Настя. Девки, вы реально сейчас это выясняете? Что как бабки, знаешь, с подъезда, к которым скучно жить, они начинают выяснять, кто выкинул мусор в мусоропровод. Просто облились. Ну, можешь думать, что мы там... Если тебе так нравится. Катя, а ты? Был телесный контакт, да, но типа мы не сосались, не в губы целовались. Сосались? Ну, чисто в щёку. Для меня это показатель был того, что есть какое-то проявление симпатии с его стороны. Я хочу любви, и я надеюсь на честность со стороны Игоря. Блин, мне кажется, Вика почему-то. Да не. Почему? Она не... Ты не можешь такое? Она не целуется на первом свидании? Нет, смотри, она против секса вообще на первом свидании. Это она тебе так сказала? Да нет. Сказать можно много. Если бы был интимный поцелуй такой, я имею в виду французский, с языком, да, и все дела, то я бы вам не сказала. Она бы уже чувствовала себя выше, чем другие. Так она и так себя постоянно ведёт и чувствует, как бы. В чём данный вопрос? Вам зачем-то нужна информация? Что она даст? Окей. Он сосался с Валей. Что дальше? Ну и тоже обсуждаем. Ну, думайте, думайте. Я не знаю, что мне... Вы хотите, чтобы я защищала себя? Правда, ты пришла бороться за чувака? Один раз я уже сказала. И ты узнала сейчас, что он поцелался с другой девушкой? Я не узнала. Это всего лишь сплетни. Мне эта информация совершенно не нравится. Предположение, что у него уже начался романтик с кем-то другим. Но меня, как девушку, конечно же, обижают и растраивают. Как вы думаете, Юля врёт или нет? У Юли был целый день. Сосись не хочу. Как они говорят, пососаться, я так не выражаюсь. Я глаза ему целовала, я запах его чувствовала. Это было... Можешь мне посылать глаза? Глаз, пожалуйста. Я прям сразу... Высоси мне глаз. Не пошло. И это было по-настоящему. Мне кажется, что правда, что-то было, о чём Юля просто не хочет нам говорить. Я сказала, что он меня поцеловал. Ну, в щёчку ты сказала. Да, это было. Ну, может быть, и то было, и то было. Ну да, сначала встретила в щёчку и поцеловала, а потом... Ну, типа... Ну, было? Не было? Я не знаю. Она просто... Ты улыбаешься, поэтому... Они что, плакать, что ли? Я на свидании хорошо была, у меня было всё хорошо. Я не могу сказать им ничего про поцелуй, потому что я уже пообещала Игорю. Он сказал, не говори это. И для меня он в приоритете. Вы, я целовалась со своим парнем на проекте. Это не Игорь целовался. Понимаете? Был мне поцелуй на проекте. На проекте. На то Игоря, у Игоря. Ну, знаете, я предпочитаю верить, что это я. Странно, но почему-то я ни от кого, ни с девочек, сейчас не чувствую лжи. Да, я наезжаю на Юлю, потому что... Ну, в принципе, не вызывает доверие. Но я не могу 100% обвинуть в том, что она лжёт. Не могу. Просто я этого не чувствую. А какие ещё кто вопросы, какую информацию получил? Что бесит его в отношениях? Маша. Да, Маша, ты будешь делиться? Маша, меня больше всего интересовало. Да, будут делиться? Я решила схитрить, сковарничать. Плачь, потому что он считает, что это средство манипуляции. Его бесит тупость. Я в жизни слишком часто сталкивалась с хитрыми бабами, которые манипуляциями ещё чем-то пряли классных мужиков. Поэтому я просто не даю оружие в руки этих девушек. Кто-нибудь хочет что-то рассказать? Я оставлю при себе эту информацию. Что-то они шипят сегодня весь день. Думаю, пошли вы-вы. Хотя в ответ на твою откровенность я всё-таки соблюдаю вот такой баланс, когда добром на добро. Ой! Как мило, да? Да. Окажется, ей не очень поможет. У Катюхи что-то сношной балл. Эрогенная зона. Не хочешь, да, говорить? Интимная тема. Ну, в принципе, для мужика адекватно? Обычно. Классика, да? Под морюшки. Я хотела сохранить эту информацию для себя, чтобы не оказаться там тупой дурой. Блин, мне кажется, что если он пососался, то типа он не сильно серьёзно пришёл. И раз он будет каждый угробовать, то это как бы уже пахнет горьем о несерьёзности. Самое стрёмное, что мне понравилось. Ты понимаешь прекрасно, что за него идёт борьба. Тёлки готовы друг другу глотки крызть. У меня такого не было никогда. Я не знаю даже, как себя вести в таких ситуациях. Короче, мы можем эту тему обсуждать бесконечно. Завтра у нас церемония. Посмотрим, кто уйдёт. Следующий. Я хотел заниматься своим делом, это майнинг, да? Я немножечко знаю про все эти дела, потому что... Майнинг! Слышишь, классный, классный монтаж. Я немножечко знаю, на него переводят камеру, смотрите. Друзья есть тоже, которые занимаются рептовалютой, которые буквально месяц назад мне на пальцах пытались объяснить, что это значит и для чего это используется, и как вообще это выглядит, и даже кошелёчек. Жесть. Я вообще не ожидал, что она может вообще об этом что-то знать. Жесть, три видео на ютубе посмотреть, это так сложно. Что она может меня раскусить? Ты знаешь, умная девочка. Я перевёл тему на другую. У меня мысль ушла. Я специально заворажившую. Классно перевёл. Это штука племела. Ты что, со мной флиртуешь, что ли? Тут рука уже лежит. Тебе не ловко. Да? Ты заметил. Мне нравится включать немножко такую недотрогу. Ну, то есть я вот этой своей какой-то скромностью, тем, что я его не трогаю и не лезу и так далее, провоцировала на то, что давай сам. И смотрела, насколько смелый. Положит руку или не положит. Как и хочет плечик потрогать. Зуб коварный. Ну, знаешь. Инфантильненько, да? Инфантильненько, да, говорит? Есть своя... А ты думал, отношения с деньгами. Если человек знает такие штуки про майнинг и знает, что значит, и знает значение слова «инфантильненько», неплохо, неплохо. Соня, ты в моём приоритете. Конечно, она деньги научит зарабатывать. Я подписался. Я не знал, какая реакция у неё будет. Я погреюсь? Ладно. Да. Но взяла за руку она меня первой. Поэтому я, как джентльмен, пытаюсь читать знаки её. Мне, кстати, руки холоднее, чем ноги. Да? Предлагаешь мне об ноги погреть руки? Ну, ладно, хорошо. Вообще, самая тема — греть руки подмышками. Вот так прям подходишь к любимому. Ха-а-а! И захватываешь его руки вот так. Да, желательно холодные руки. Ледяные руки. Вообще. Чтобы он орал, как сучка. Просто топ. Способ попробовать и обязательно сегодня сделать приятное своему молодому человеку. Давай. Кать, сразу видно, что ты на тех сайтах, на которых сижу я, не сидишь. Когда он вот так вот одеяло поднял, руки засунь туда, пожалуйста. Ох, как меня бодрят твои руки. Холодненькие, да? Ну, во всяком случае. Я тебе говорю, ты просто вообще не среагировала, а я тут уже вышел в окно. Лут вышел. Хотя это в моем стиле. Ну, помнишь вечеринку? Мне сегодня воды не хватает просто. Пью и пью. И уписываю. А что это такое? О, классно, что сделали. Что случилось? Вот так вот этот поднос вывергнула. К этому моменту. Целиком с едой. Сопа, все в порядке? Я все видел. Был рядом. Хотя ты думал, что я был где-то там. Что? Ну, не может быть. Ну, как так возможно? Я специально сползал к твоим ногам. Ты это помнишь? Да, конкретно. Я вообще не очень люблю, когда меня трогают чужие люди. А сейчас и для тебя чужой темно. Не знаю. Слушай, Алексей Воробьев, разлогинься. Многие любят твои руки. Все, а ты будешь. Все, теперь не отцепи сам. Руки в ногах, руки в руках. Слушай, кажется, Горян взбился в роль. Нет, теперь чужой человек. Я тебя вон за... Ику... Что за вопросы вообще? Отцов, ну, прям большое тепло. По сосаде хотелось объединиться. Чувствуется, что человек тактильный. Прикосновения мои ее мудоражили. Я понял, что терять время нельзя. Прямо кухка. Ты в том истрал, да? Не знаю. Я сегодня много воды выпила. Смущись. А какая воничная подмышка? Вот, я спряталась. От него пахнет только ромашками. Это эмоции, говорящие о том, что человек, ну, искренне как-то реагирует на твои какие-то действия. Сердце бьется глупо. Вот тебе. Не знаю. Интересно. Я пидел. Я пидел. Нельзя. Мое сердце пугать. Я знаю, как трогать сердце у женщины. Поступками? Не руками. Она очень сильно смущалась. И это было прекрасно. Не о чем-нибудь. Ну, смущались все, если что. Ну, что мы с тобой сейчас здесь находимся? Слушай, какой он, да? Со всеми ему нужно поцеловаться. Меня, например, это, ну, отталкивает от него. То есть, что такое? Надо всех на вкус попробовать. Пососили и нет, если хочешь что-то попробовать на вкус. Вот что я хочу сказать. Игорь. Замялась. Ну, вообще не надо о таком девушек спрашивать. А я не согласна. Почему? Чего? Не, ну, типа надо спрашивать в данной ситуации? Ну, вот сейчас я бы сказал, что надо. Я тоже так согласен. Какая пауза. Он так близко ко мне находился, что он явно хотел не в щечку поцеловать. Давай оставим это для следующего свидания. Да? Да. Пушка. Сохранила, молодец. Софьюшка. Ладно. Только я буду ждать ответы на акцию. Хорошо. Спасибо. Кстати, вот на самом деле правильная позиция. Не, Игорь, он вообще лох на самом деле в этой ситуации. Но правильная позиция Софы в том плане, что он захочет к ней вернуться. Типа этих всех уже попробовал. Пробовальщик, тестировщик херов. Кто-то глаза высосал. Разные были ситуации. Заканчивать свидание не хотелось. Она все еще остается у меня загадкой. Она мне нравится. Итак, романтическое свидание Софии с мистером Икс прошло на высоте. Посмотрим, захочет ли Софа подкровенничать с остальными девушками. Домой возвращаюсь окрыленная, радостная эмоция. Приветики. Смотри, чего я. Я с одной стороны очень хочу с ней поделиться как с лучшей подружкой. Потому что мы как-то с ней наиболее на одной волне. А с другой стороны я понимаю, что цель-то у нас одна. Боже мой. Боже мой. Это что такое? Скажи роскошь. Роскошь. Вот так и оставь. Понравилось? Довольно? Да, это прям вообще день полностью суперклассный. Классно. Не буду врать и говорить о том, что я рада за Софу по-женски. Нет, мне какого-то подобного. Приветик, приветик. Здравствуйте, здравствуйте. Я честно пошла посмотреть, как выглядит София после свидания. Загорелся у нее взгляд или нет? Привет. Слушай, я люблю людей, которые нарушают личное пространство. И вот она лезет. Это так у блюдски выглядит. Ты что ты меня трогаешь? Пока еще нет. Софа выглядела очень хорошо. Если тебе не хватает физического контакта, не трогай меня. Трогай того человека, который так же хочет трогаться. Или собаку. Или собаку заведи. Сидит вся загадочная на хвостике, крутит. Я вообще боялась к вам возвращаться. Правильно, боялась. Где была? Что делала? Мне очень хочется делиться. При этом я пропагандирую дружеские объятия. Я считаю, что если вы дружите, и, например, вы встретились, то лучше обнять друг друга. Это способствует улучшению отношений. Я соглашусь. Между вами. Я очень люблю себя обниматься. Но когда вы друга не знаете, и вот в такой ситуации находитесь, да гори все равно лесом. У меня сегодня произошло. Я на нервной почве после их пледиковых обжимашек леденец за секунду просто высосал весь. Видите? Все. Какая талантливая. Мы прилетели в усадьму Лермонтова на вертолете. На вертолете? God damn it! Ну я тоже много раз летала на вертолете, поэтому я... Монтируют. Мне кажется, ты монтируют там. Ну это ворно, ворно, ворно. Мы закрыли поместье, и у нас там все в пленке, и мы такие там рисуем. Очень красивая картина. Типа, а сейчас надо показать Настю, и она скажет, да ху**, гурда. Трет Софии. Конечно, есть чуть-чуть зависть. Мы вместе рисовали. Ой, красиво. Сейчас такая Вика, ну что портрет, меня рисовал у... Ниха с Сафронов. Да, и с чего? С натуры. Сама я не рисовала, но он мне рисовал. Почему мы доили коз? Да, вопрос хороший. Что-то ты старая на ней. Комплименты полетели. Да, я ожидала, я думала, вы придете с помидорами и будете в ней кидать. Да, у меня прям просыпалась. Нет, они не придут с помидорами, придет Митя с рябиной. Вот что? Зависть к такому свиданию. Глаз так четко. И начали скрестись, что может быть он уже на Софии сейчас и остановится. Я думаю, когда будет свидание с Машей, Игорь ей специально не предложит поцеловаться. Мне такое ощущение. А если предложат, она просто там... Я нервничаю. Она точно под одеялом не греется будет. Нет, был бы твой. Они бы прям сидели и рисовали твой портрет, Вань. Мне, конечно, обидно, что эта тематика свидания ближе мне, чем ей. Блин, я пишу свои картины, они это делали вместе. Мне тоже немного грустно, что это не я. Детские фотографии я себе показывал. Мы с ним похожи достаточно во многом. Какие-то вещи мы прям обсуждали, я такая... О! Мне тоже хотелось провести время с ним наедине. В таком количестве, в котором провела его она. За себя мне очень обидно. А ты как психолог как-то можешь характеризовать тебя? Да, блин, вообще, крошняк отлетел, какой психолог. Она психолог. Вообще, я радовалась, просто писалась от счастья. Софочка потекла. Психолог, таролог. Пришла с ними хвостиками, вот я ей 15-й. Диетолог. Она начала вести себя как дурочка. Диетолог. Это очень крутое свидание. Менеолог. Инфолог. И не переживать. Как прошел ваш поцелуй? А с чего вы взяли, что мы целовались? Мы не целовались. Да? Ну, в щечку он поцеловал на меня один раз. Ну, Федя ж такой начнёт. Я очень зла, я правда. Говорит, алюмоты, картины. А я ничего. Если до этого я сейчас сохраняла спокойствие, это сейчас проуздит меня. Это очень сильно. Второй раз спросила, я не дала девке. Всё по-честному. Что не дала? Поцеловать щечку. В щечку? Да. Почему не дала? Ну, а чё? И всё сразу. Знаете ли? Как бы, я такая. Ну, блин, я в это не верю. У меня же глаз задёргался. Ну, давайте Софе расскажем, что у нас было. Да, давайте, пожалуйста. А кто-то говорил, что у него был, типа, французский поцелуй? Кто-то говорил, что его не было. Значит, кто-то врёт у нас на проекте. Всё поднём. Всё поднём. Всё поднём. С кем-то сосался в засос по-взрослому. Так что вот такие дела. Юлька, Юлька. Она сказала, он целовал меня в щечку, но лично я рассказывать не хочу. А дальше... Ну, потому что было хорошо. Было хорошо! Да, ну, хорошо. А ты целуешься на первом свидании? Тай-ли-тай-ли. А ты целуешься на первом свидании? Я нет. Да, я эмоциональная, и я полная противоположность Софе. Поэтому как поступила, так поступила. Ладно, девочки. Драма-квин! Это что вообще такое? Встала молча, ещё и дверью хлопала за собой. Она что, дверью хлопала? Да! Я думаю, что Юля проревновала жёстко Софию, потому что если у неё было что-то такое интимное, интересное, она сразу же представляет, что, возможно, у них такое тоже было. Сравнивает себя, и, конечно, это становится немножко ревностным. Ну, мы её сегодня целый день обвиняем. Не выдержала. Я говорю, это она. Для меня стало открытием то, что он уже с кем-то целовался. Я засомневалась на секунду в том, что моё свидание было таким уж офигенным. Но потом подумала, что меня-то он до этого не знал. Очередная неделя нашего эксперимента позади. И прямо сейчас состоится церемония прощания. Интересно, какое решение примет мистер Икс, и кто покинет проект навсегда? Игорь, привет. Вы готовы? Здравствуй. Очередная неделя позади. Я предлагаю подвести итоги. Девочки всегда благодарны тому, как ты проявляешь к ним заботу и не забываешь о каждой. Старайся. Я здесь по поручению Игоря. Сегодня у вас будет уникальнейшая возможность собственноручно составить аромат. Я думаю, что можно сделать для Игоря. Да. Да-да-да-да-да-да. Это парфюм, который приготовили сами девочки. Я тебе предлагаю сначала послушать все запахи, выбрать один-единственный. Придется угадать, кто же это все-таки создал. Ты готов? Да. А у тебя как махом назвали? Название какое? Долгий разговор и легкое касание. Легкое касание? Какой-то алкогольный. Это вообще трэш. Солагонка просто. Ну такие конфетки с коньячком, ага. Мне кажется, это Виктория. Виктория? Кстати, ты знаешь, что я заметил? Вика была всю неделю, она была такая суперскромная девочка-припевочка. Что такого ты ей сказал, что она поменяла свою тактику? Вика, красота не самый важный критерий для меня. Мне очень важно знать, что у человека внутри. Знаешь, я хочу дать тебе время, чтобы мы могли с тобой узнать побольше друг о друге. Пойти в глубину. Да. Я дал ей понять, что меня от своей игры не возьмешь. То есть, если у нее реально есть какие-то искренние чувства, то она должна открыться по-настоящему. А не играться. Виктория, конечно. Давай послушаем следующий аромат. Так, и как тебе? Ну, сдержанно. Нам мало времени дано. Мне мало времени дано. Мало времени придумать название? Шикарное название. Мне мало времени дано. Ну ты, наверное, знаешь, кто это, да? Да. Я считаю, что Лиза, потому что у нас полно было времени пообщаться. Философия, София, ну, ненавязчивый. Угу. Такой непринужденный. Ну, я думаю, что это Софа. Было бы логично, да? Называть духи философия. А как вам кажется, подходит ли название к моему аромату? А как ты назвала? Первый поцелуй. Первый поцелуй? Первый поцелуй. С кем у меня был первый поцелуй? Мы же уже даже не помним. И? Первый поцелуй был Сюмин. А ты или как назвала? Восточная книга? Восточная книга? Восточная книга. А кто такому нужен восточной книге? Что за? Я пытаюсь прислушаться. Прислушайся к своему сердцу, Игорь. Я предполагаю, что это какая-то. Мне показалось, это девушка чувственная. Это последний? Да. Вообще, вот так вот, когда духи-то нюхаешь, особо ничего не почувствуешь. Если просто тыкаться в сам распылитель. Все же нужно было, наверное, на эти листочки напшикать. Ну, это... Ух ты, да, конс. Нежная буря. Получилось. Да? Угу. Что там написано? Нежная буря? Правда нежно. Ну, такие, типа, ничего себе. Подофигели от этого запах. Имя создателя этого парфюма, пожалуйста. Катя, наверное. Вот эта Катя. Потому что у нее есть татуировка буря. Дам тебе подсказку, это правда. Это была Катя. Мне понравились ее духи. Это, наверное, не единственные духи, которые прям легкие, свежие. Ну что, ладно, Игорь, впереди большая церемония. Какой крутой коробочкой. Я желаю тебе сделать правильный выбор. Удачи. Угу. И пусть тебе помогает твое сердце. А как сейчас это? Девушки будут выходить и каждый свой роман брать, показывать. И выиграть, и я сделаю. Спасибо. Ну, кто сейчас уйдет? Настя? Или Лиза? Нет, Лизе еще не дали шанс. Валя! Ой, Валя, красиво. Я думаю, Валя уйдет. Девушки пришли. Привет! Прям гейщика. Эта неделя была особенная. Но... Вот стилистам всегда браво. Вот настолько они как-то все это подбирают. Может быть, там, не то, чтобы я этот образ на себя бы примерила, но сочетание, гармония. Очень круто. Каждый вечер какой-то тематический. Правила проекта таковы, что кто-то из вас сегодня... Сегодня такой бархат, шелк, перья, уф. Очень трудно осудить, кто может сегодня уйти, потому что... Валя, мы знаем, кто. Все свидания прошли очень классно. Я лично желаю вам удачи. Спасибо. Держитесь. Ну, Софа точно. И Софа все со своим чайником стоит. Все никак не подаришь. Конкуренция растет. Девочки общались, уже были свидания. И я немножко чувствую себя не на равных условиях с ними, потому что я ничего не знаю. Конечно, это немножко напрягает меня. Добрый вечер, девушки. Привет. Привет. Восхитительно все выглядите. Спасибо. Я как будто бы вышла в траурной пижаме, потому что сама миллиардер, муж умер. Я прошла соблазнять садовника. Знаете, я наивно думал, что дальше будет легче. Но чем дальше, тем сложнее делать выпад. Игра по завоеванию миллионера за собой не влечет чувства. Я пришел сюда на этот проект с чистыми намерениями, и я хочу увидеть у них искреннее чувство ко мне. Давайте начнем. Запасаемся пупкорном и пивом. Сейчас будет жарко. Лиза, можешь подойти ко мне? Я немножко стерлась. Я приглашаю тебя нервничала. Я в школе. Мне просто нет кто в глазке. У нас с тобой было очень мало времени пообщаться. Да. Наверное, ты думаешь, я о тебе забыл? Ну, нет. В прошлый раз Лизе, он сказал, что ты загадка, давай загадку разгаряем. Ну, наверное, он передумал ее разгадывать. Я предлагаю тебе поговорить не единя. Давай. Ты не против? Нет, конечно. Ну, сейчас пойдет поцелует ее, попробует. Я тебя не ожидаю здесь увидеть вообще больше. Они поехали в страну ОС. Плести бисер? И терять девственность. У них винитель. Чувак пришел искать себе жену. Какая жена 20-летняя? Тебе сейчас со мной комфортно? Ну, немножко прижима. Ему 26, если что. Ему 26. Вы не забывайте. Отличная жена 20 лет. Вот так вот, с такой разницей. Вот так, конечно, компания. Главный эксперт по молодым девчонкам сказал. Такая личная беседа. Не в компании девочек. Ну, мне-то понятно, 18 лет. Мои янг вайф. Я родила, получается, если мне сейчас уже родят 15. Волнительно. Какая ты в отношениях? Я не знал, у меня не было отношений. Наверное, хорошая. У тебя не было отношений? У тебя не было даже несерьезных отношений. Ну, вообще, я не встречалась ни с кем до этого. Я училась, работала. Считала себя слишком юной еще. А сейчас? Как можно, никогда ни с кем не встречаюсь, прийти на такой проект? Может мне кто-то сказать? Не знаю. Я не верю в такую легенду. Чисто попеарится. У него, кстати, по-моему, больше всех подписчиков. Попеарится? Попеарится. У него 1020 вроде. Господи, Митя! Чего? Я уже сомневаюсь, что когда ты сидишь тут работаешь, что ты работаешь. Вообще-то, главное, это эффективность. Эффективность, это когда ты выдаешь результат. А что ты делаешь во время работы, это уже не важно. Ну, приревновала кризис. Давай тебя разочаровать не переживай. Подзрослела. Ну да, набралась. А как ты это поняла? Работать надо. Работать надо не 12 часов, а головой. Стив Джоус. У меня внутреннее ощущение такое, что ты готова к созданию семьи, к отношениям. У меня были отношения. Девушка тоже, у которой ничего не было. Я был у нее первомышлен. И ее старательность в том, чтобы проявить ко мне внимание, была на высшем уровне. У тебя есть какие-то свои желания насчет отношений? Хочу, чтобы все было хорошо. Крепко-укрепко она соединена. Как мы ходите, так сказать. Я действительно хочу очень встретить настоящую любовь. Я считаю, что она есть. Нужно просто дождаться нужного подходящего человека. Но настоящая любовь выковывается через трудности. Так что я готова к этому. Хорошо. Она заявляет, что она готова к серьезным отношениям, хотя на практике у нее отношений-то никаких не было. И я просто сделал вот, что человек не понимает, о чем говорить. У меня очень серьезные намерения, искренние. Самое важное. А кто, по-твоему, не искренен? Из девушек. Ну, я не хочу говорить мало ли. Ну, это же мое мнение, оно субъективное, не хочется. Я хочу слушать тебя. Раз он спросил, как бы, я за словом в карман не полезу. Например, вот Мария, там Екатерина тоже. Они пришли на проект, больше, наверное, труб заводить. Надо было все-таки, да, вот плавненько продавить тему, что не хочу говорить. Это мое мнение, все-таки надо было додавить. Если бы она искренне не хотела это сказать. Ну, она, девчонка зеленая. Остается. А, в смысле? Ну, они же потенциальные конкурентки. Завоевывает сердце одного мужчины. Ну, это очень странно для меня. Так, понятно. Личное общение с девушками мне дало другое понятие. Меня не то, что смутило это, я просто принял это как факт. Ну, впечатление оно вызвало у меня умного человека, который делает выводы и знает себе самое. Я тебя благодарю за разговор. Тебе спасибо. Кстати, если что, ей 23, ему 26. Ну, просто на секундочку, когда они сказали, что он там молотку себе нашел. Ну, либо неправильно написали тут, ей 20 лет. Я надеюсь, что ее больше дома нет. Валентина, подойди, пожалуйста. Очередность имеет значение. Конечно, мне приятно было, когда он меня первой вызывал. Валя, ты очень добрый человек. Спасибо большое. Я рад, что мне посчастливилось узнать тебя такой. Спасибо. Я, честно, считаю, что ты та девушка, которая может вдохновить своего мужчину. Спасибо. Ну, не меня. Когда я вижу Игоря, я, конечно, стесняюсь и становлюсь не очень уверенной. Но эти мужчины будут у меня. Слушай, так быстро. То есть на вторую уже. Вообще не ожидала никак. Обидно за то, что я только зря морозилась на свидании ради того, чтобы он мне сказал до свидания. Морозилась на свидании. Вы понимаете, насколько она нежный цветок? Вот в прямом смысле. Хорошо, хоть Зев не пошла свой посевать тогда. А то вообще брать на него, прикинь, что? Факел огненный. Все, я уже не могу шутить про Зеву, Валя. Простите. Простите, это мне подарок. Ой, спасибо большое. Да не надо мне, папа, ты что-то не тратишь. Ой, какая красота. И все, взял ее под ручку и увел в закат. А могут двоих девушек сегодня брать? То есть тут скажете девушек. Как вы считаете? Жесть. Я не понимаю, о какой причине. Она дружелюбный, хороший человек, но на свидание меня к ней не тянуло. Нет притяжения. Я не представляю, что сейчас происходит у тебя внутри. Конечно, мне очень неприятно, потому что мне реально он интересен. С моей стороны я была открыта и полностью уверена, что я остаюсь. Мне вообще непонятно, что произошло такого, чтобы вдруг понять, что мы не подходим друг другу. Я расцениваю, что просто я не попадаю во вкус того типажа девушек, который ему нравится. Ну, то есть он видит во мне хорошего человека. Хоть это я рада, что он хоть это увидел. А что это у тебя в шкатулке? Это красивое колье. Это как-то смягчает то, что произошло? Ну, честно сказать, не очень. Конечно, грустно то, что я так рано ухожу. Но я считаю, что вообще в жизни все складывается так, как оно должно складываться. И я обязательно найду любовь. Я тебе от этого желаю всем своим сердцем. Спасибо большое, Рома. Все, удачи тебе, спасибо, что была с нами. Шок. Во-первых, как бы и человека выгнали, вроде к которому ты уже привык. И вас еще, и ты не понимаешь, а выгонит он кого-то еще. Ну да, круто, что они поначалу выгнали. Вообще в любой момент, получается, выгон может случиться. Ну, Слофа дальше идет. Еще не пососались. То есть не как у Голостяка, когда вот все, ты понимаешь, что сейчас ты будешь ждать, пока эти 10 участниц получат эту сусанную розу и только из последних двух выгонят, да? Да, да, да. Это было прекрасное свидание. А что у тебя в руках? Чайничек. В чайнике лежит секретная записка. Мы с тобой говорили про доверие, и тебе можно довериться. Конечно. Хорошо. Тогда это тебе. Если до кого-то дойдет эта информация, я узнаю в любом случае. Поэтому его задача уберечь мое доверие. Он нам тесты устраивает, и я ему тоже такой маленький тест. Хорошо. Она еще даже перышко положила со своими духами. Прикольно. Интригующе. У нас с тобой во многом похоже. Прям записка, Игорь. Тогда давай посмотрим, что будет дальше. Давай. Меня очень сильно бесит Софа. Она красивая, интересная. Всех может понять, всех оправдать, всех котят пожалеть. Но так не бывает, так живой человек себя не ведет. Вика в своей... честная. Она играет, но даже это намного честнее, чем поведение Софы. Увидимся на следующем неделе. Увидимся. Да. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Пошло вот эта возня какая-то. Мне неприятно. Привет. Привет. Я ожидала ее увидеть. Я знала, что она останется. Ты следом за мной попыла, да? Нет. А кто был? Валя ушла. Я не ожидала, что Валя уйдет. Конечно, обидно и жалко, что они дали ей возможность раскрыться, потому что она достойная девушка. Но при этом я не могу сказать, что я прям грустная. Да, получается, только ленинг теперь на свидание. На свидание поеду. Интересно, просто еще, кроме Валя... Нет, подожди, а Маша? А, и Маша. Но Маша как-то все равно с ним что-то там перетирала. Не-не-не-не. Она просто с ним наедине разговаривала. Короче, свидание еще не было. Думаю, нет. Интересно, интересно. Маша, уже за тебя. Маша, может быть, тоже уйдет, потому что, если бы нравилось, наверное, он бы ее пригласил уже давно на свидание. Привет. Привет. Как ты? Хорошо. Блин, да нормально настроить. Ну, как-то больше что-нибудь так, типа, вот волосы поправить, вот подмигнуть, может быть сказать, что вообще-то мы давно не виделись наедине. Ты волнуешься? Ну, по традиции, да. Что-то пока в наушниках. Ну, тебе сегодня не стоит уволняться. Чего сказал? Сейчас в следующей неделе. Пока. Пока. Ну, Маша просто другая, не такой интеллектуальный ее собеседник. Все. Привет. Для вулочки. Ты была после Софы? Да. Лиза осталась. Бесит меня очень сильно. Ситуация реально как-то накаляется. Судя по всему, уйдет еще кто-то. Настя, подойди, пожалуйста. Меня удивляет, что Настя до сих пор с нами. Она красивая, сексуальная. Но я не думаю, что вообще найдется мужчина, которому нравится такая манера поведения. Понятно. Ну, при нем-то на себя так не дела. Мы сегодня работаем с высокими материями. По возможности у нас будет пусть высокое все-таки изречение. При всем уважении. Эстет. Привет. Привет. Мне кажется, ты немного заскучала. Нет, я засмотрелась. Игорь весь на бархате, тоже на люксе. Все шикарно, восхитительно. Повеселиться хочешь? Конечно. Только если с вами, шеф. Тогда повеселимся на следующей неделе. Хорошо, я запишу. Надеюсь, ты не будешь опять устрицами. Потому что мне вот так как бы... Какая-то лицемерка, а? Ужас. До тех пор, пока она с ним истинная леди, да, она проходит. Здравствуйте, здравствуйте. Звездочка. Мне кажется, вот Настюха будет идти до финала. А там прям просто может быть отличная дружба на века. И в этот момент все наконец поверят в дружбу между мужчиной и женщиной. Али, сзади, пожалуйста. Скотобаза. Что я должна делать? Такие наряды подбирают. Ну, возьми, вызови меня. Ну, и, может, я останусь последней. Ну, привет, экстремалка. Привет. Сейчас ты будешь моим штурманом. Давай. Хорошо? Да, все супер. Ты переживаешь? Ты волнуешься? Да. Тебе понравилось? Конечно. Волнительно очень. На прошлой церемонии такого переживания не было. Потому что мы не были с ним знакомы толком. Знаешь, на первом свидании я был, конечно же, не готов. Чтобы девушка была у руля. Если можно, я бы хотела сесть за руку. Ну, давай. Ускоряйся. Здесь можно погонять чуть-чуть. Давай. Вообще круто. Безопасно с тобой. Блин, я его могла этим напугать. Нет, я не хочу пока уходить. Насколько было бы тебе сложно изменить себя? Я думаю, это зависит от человека, ради которого пришлось меняться. Немножко любимый ведущий ваш общая. Но он не может меня забыть. Первая я была на свидании. Первый он меня поцеловал щелку. Для него это стопудово что-то должно значить. Теперь он Вику поцеловал. До встречи. Вика Юрьевич. Он не открытый человек. Не боящий себя смотреть в глаза и улыбаться. У нас есть все шансы на то, чтобы понять, созданы мы друг для друга или нет. Интересно, кто-то еще уйдет сегодня? Ну, походу, может быть. Ну, почему ты про Юлю меня не понимаешь? Ты думаешь, что есть? Я не знаю. Там все это мутная история с поцелуем непонятно. Она сама мутная просто. Как он не понял, это я не понимаю. Юля не смотрела на меня. То есть она вообще прям погрузилась в себя. Мне показалось это странным. Юля, подойди пошла со мной. Ну, Юля, конечно, держится как может, но она же любого мужчины, кто ей только начинает нравиться, считает сразу своей принадлежностью. Как твои дела? Вика четкие комментарии дает. О-о-о! Чуть-чуть. Почему? Неприятно стоять там. Ну, не то, чтобы я прям хотела, чтобы он опять меня первый. Ну, не как минимум, не вот так. Я бы хотел с собой поговорить наедине. Ты не против? Нет, конечно. Я начал замечать, что между нами уже образовывается пропасть. Ну, рассказывай, что у тебя случилось. Я просто переживаю, знаешь, за то, что вот у нас было такое хорошее первое свидание, появились какие-то чувства, и я не могу, не хотела этого скрывать. Ты пошел на свидание с Софой. Как облили холодной водой, чтобы я себя себе не думала, что я как-то выделяюсь. Думаю, может, это была такая сказка, которой у меня не было. Я в нее поверила. На самом деле это все не сериалное шоу. Я хочу, блин, понять, вот эти все поцелуи, все остальное, это по-настоящему или нет? Ты что-то чувствуешь ко мне или нет? Ты веришь, что я поступал искренне? Ну, есть моменты, когда я верила. Но я, честно тебе скажу, я немножечко, я не могу сто процентов верить, потому что у меня были трудности в отношениях, я не хочу. Мне действительно очень страшно, потому что я... Ну, мне трудно начинать верить. А я-то думаю, что в чем дело? Ты первый мужчина, после отношений, к которым я к кому-то прикоснулась, и вообще у меня сексуальная энергетика какая-то, как сказать, пошла, но ты уже слишком откровенна. Ну, это больше, чем нравишься. Мне страшно поверить, что может быть все хорошо. Ее вот эта вот неуверенность втравит в ступор. Есть девушки, которые уже уверены в том, что хотят мне доверять, а у Юли такого нет. То есть она в отношениях будет суперревнивой? Прямо она такая собственница-собственница. То есть ты прям вот, она будет телефоны проверять, возможно, сразу звонить, ты чего-то где. Потому что, ну, правда странно на таком проекте включать обидку и делать вид, что это твой мужчина. Хотя он, конечно же, не твой. Мы идем или не идем? Я реально доказывать ничего не буду. Либо ты веришь, либо нет. Вера. Я сказала ему, что я ему верю. Но я все равно в душе не совсем верю. Я хочу дать еще один шанс. Много сомнений. Давай на среднем все. На следующий день. Хорошо? Хорошо. Я решил ее оставить на проекте, потому что хочу все-таки разобраться, врет она или нет. Куда? Садись ко мне. Ну, кажется, Юля плакала. Я не увидела на ее глазах слез. Я видела, как всегда, актерскую игру низкого сословия. У нас в Люберцах ДК лучше играет в свои роли, чем она. Ну, на свидании с Игорем у нас был разговор по поводу старых моих отношений. Насчет того, смогу ли я отпустить. Здрасте, приехали. Начинается та же самая история. Хочется быть счастливой, а не жить в каких-то постоянных страхах. И Игорь мне на свидании пытался помочь освободиться. Я понимаю, что было все круто, но он сделал такое же классное свидание с Софи. И я там витаю в иллюзиях. А вы где не уходите? Гибаю старые отношения ради того, что мной, возможно, побалуются и уйдет он с какой-то другой девушкой. А, то есть у тебя есть вариант всегда вернуться, тебя там ждут? Никто меня уже не ждет. А что ты говоришь? Я к тому, что... Не ждут меня. Ну, как бы будем верить на слово, в кавычках. У меня чувство страха, что я могу остаться одна и никому не нужной. Игорь не будет тебя чинить, он не твой спаситель. Он такой же человек, который хочет счастья. Зачем ты ему? Я вообще не могу понять. Он-то цельный человек, он не какой-то половинчатый. Он не будет тебя дополнять. Я не знаю, какие у него проблемы. То есть ты решила спеться с ним на проблемах, на ваших общих. Зачем ты так говоришь? Спеться на проблемах. Я злюсь, потому что... Я что, должна собрать вещи и уйти? Просто потому что у меня вот была такая ситуация, да, и мне сложно начинать жить с нуля. Я человек, который хочет счастья. Это ненормально. Все, что она говорит, полнейшая ахинея. Ей нужно не любовь искать, а лечить бошку, я считаю. Мил, можешь ползать? Лечить Милу непонятно, что Имерю может быть интересно Миле. И с ней конкурировать даже как-то жестоко, что ли, с моей стороны. На первом свидании у меня было такое ощущение, что ты хочешь мне понравиться. Я хочу тебе понравиться? Да. Это вообще нормальная ситуация, что девушка хочет понравиться мужчине, если она с ним общается. Ну, может быть, хорошо, что ты так подумаешь. Ты хотела мне понравиться, но не узнать меня. Не узнать тебя? Угу. Это вообще бред. Если бы я не хотела его узнавать, я бы не задавала никакие вопросы, это непонятно все, что происходит. Ты очень красивая девушка. Спасибо большое. Но сегодня я принял решение. Решение тебя отпустить. Прости. Шок и неожиданность. На нашем свидании он сказал, что ему понравились мои ответы. Я только начала разгоняться, но сейчас три недели на обучении. Естественно, у меня есть застыковка в голове. Это тебе воспоминания о нашем пропущении. Спасибо большое. Как я тебя провожу? Она расстроилась. Вы как там? Ну, я бы тоже расстроилась. Мила – это не то, что он ищет в девушках. Ну и плюс еще, что ей много лет тоже имеет какое-то значение. Да куда ей много лет? Вы прям что-то в возрасте. У меня 43 было. Если что, вот Настя, которая возмущается, что Лиза супермолодая, Насте тоже 23 года. Они вообще как это определяют? Я не помещался, потому что физиологическое восприятие девушки – это тоже же важный аспект в том, чтобы делать детей. Я просто понял, что оно мне не подходит. Почему так? Физиологическое восприятие, чтобы делать детей. Все услышали. Мне кажется, ему мерч такой надо сделать. Что ты чувствуешь? У меня пока непонимание ситуации. Я хотела остаться здесь и продолжить это знакомство. Ну и, конечно, у него очень приятно. Очень кормят вкусно, испытания прикольные. Успела как-то привязаться, почувствовать его? Интерес как к мужчине, к нему проснулся, да. Что тебе подарил? Не знаю. А ты не открывала? Нет. Фу-ка, что там? Игорь подарил мне сережки. Конечно, буду носить. Проект воспоминать с теплом. Очень жаль, что быстро закончилось все это. Но, значит, что-то лучшее ждет меня впереди. Блин, мне уже так надоело ждать. Я уже представляю, как я домой нажираю шампански. Главное, наша Евгения сказала. Даже если не уйдешь. Идти, идти. На последней церемонии мы с Игорем решили больше не кокетничать и перейти на более серьезное общение, которое я до сих пор жду. Вика, подойди, пожалуйста. А ты вообще-то в шоке. Виктория, чувственная девушка, по моим ощущениям, что ты не со слезами ко мне подошла, переживает за все, что происходит. Что с тремным настроением? Ну, я немного загрустила в плане того, что я без твоего внимания эту неделю провела. То есть ты соскучилась? По тебе? Соскучилась. Вот я не знаю, правда это или нет. Я не знаю, что она там мутит. Может быть, она будет юзать свой последний шанс для того, чтобы опять лизнуть его в щеку. Да, я соскучился по твоей инициативе. Ну, ты мне сказал, ай-яй-яй. Может, ты как-нибудь определись, играться мне или не играться. Я хочу тебя видеть на следующей неделе. До встречи. До встречи. Катя прям на мемах хочет расходиться. Не понимаю, что здесь делает Вика. Но очевидно, что ей не нужно это все. Но она умудрилась что-то рассказать ему, что ее оставили на следующую неделю. То есть они даже не слышат, прикинь, о чем они говорят здесь вот от Этно. Как всегда, одна из последних. Вика, шли. Ну, Игорь вообще сложно услышать, даже когда он вот так на 10 сантиметров от тебя стоит. Толи Оля тоже пришла. Я не знаю даже, как это объяснить. Осталась только Катя. А Мила где? Просто. Не очень красиво. Вообще матом ругаться, но это я по-другому назвать не могу. В смысле, он сказал, что... Он с ней попрощался? Проводил Милу? Начали уходить нормальные девки. Ну, короче, грустно и невкусно. Блин, очень жалко. Ну, обидно, но очевидно. Мила не тот человек, который нужен Игоре, просто потому, что она еще не готова. А тебе что сказали? Что соскрутился по моей инициативе. Он решил поиграть. Да это он наоборот говорил с этой инициативой. Пока мне все же непонятно, какую стратегию поведения мне выбрать. Возможно, ему самому еще непонятно, как бы он хотел. «Я последняя! Не даст собрать мое декольте!» «Я чуть не умерла. У меня вот так вот просто тут колотится, и я не могу с этим ничего сделать. Вот это вот молчание долгое. Я уже думаю, да что ты, Божья!» «Может, я пойду к тебе навстречу?» «Может, я пойду к тебе навстречу?» «Может, я пойду к тебе навстречу?» «Ладно, иди. Окей». «С нашего первого свидания прошло очень много времени». «Я знаю. Не хочешь сходить на второе свидание?» «Может быть». «Может быть. Я думаю, ах ты загадочный! Свои вот эти штуки делаешь». «А ты скучала?» «Да». «Я тоже вообще скучался. Ты ничего не ощущаешь?» «Я ощущаю то, что мы с тобой в одинаковую одежду одеты. А ты что?» «Меркурий сегодня в Венере». «Серьезно?» «Нет, нет, нет, да ладно, да ладно! Серьезно!» «Ты напшикался?» «Нежный, что там было?» «Нежная буря». «Да, оно, собственно, со мной.» «Я в прострации». «Давай пахнуть вместе». «Ну хоть не зря последнюю вызву». «Я так дали девушке в шаг и седу, да?» «Настолько было приятно на нее смотреть, на ее реакции, откровенное поведение, мне даже захотелось ее обнять». «Ну, мы увидимся на следующей неделе». «Господи, бедные в этих нарядах, мне их прям вот, ну, я искренне себя чувствую. Постоянно идешь, думаешь, они вывалятся ли у тебя? Наружу твоя дынька спелая, понимаете? Уж Маша там бедная, она потом эти кадры будет смотреть и думает, «Господи, они мне даже не сказали поправиться!» «То есть вот так вот сидят, просто Катя сидит, я думаю, ну вот у нее прям, ну вот…» «Да, у Катюхи прям вкусно, я бы сама таким пользовалась». «Но можно теперь парфюмером идти». «Окей». «Интересная реакция!» «В воздухе прям свинец, прям тяжело дышать». «Юля, о чем вы говорили?» «Уже не хочется об этом говорить, если честно, потому что я уже успела чуть понервничать». «Опять Берю хлопала?» «А что ты подкалываешь?» «Кроме этого ничего нормального человеческого нельзя сказать, только вот надо». «Это мой конек». «Я стала поднимать голос, потому что она меня выписала». «Будь немножко нежной». «Ты же хочешь понравиться мужчине?» «Да». «Такой понравился». «Реально, Юра такая вот реально типа супер серьезная. Я сейчас обратила вот на контрасте с Катей, прям душнила такая. «И давайте все на серьезных чахах, и все будем ныть про своих…» «Давайте все будем страдать». «Да, ну зачем?» «Вот, кстати, Кате, ну Маша, она просто ее очень много, но она тоже такая более живая, наверное, но перебарщивает она». «Ну, знаешь, вот такая подружка, которая придет тебе в гости, и вот говорит, 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 что он уже домой-то пойдет. «Много ее, много». «Он обрызгался моими духами». «Духи понравились, но это не все». «Ага, окей». «У нас страсти просто капец разгоразили». «Так, а что?» «Что-то у вас у всех сегодня фляга свистит». «А что происходит, я не понимаю?» «Адекватных становится все меньше в наших рядах». «И за конкуренцией, может быть, с ума сходят». «Ребят, давайте как-то соберемся, закроем фляги». «Я не знаю, что нас ждет дальше, но судя по всему, будет какой-то трэш». Ну вот и подошла к концу еще одна неделя на проекте. К сожалению, общие интересы некоторых девушек не совпали с интересами Игоря. На следующей неделе девушкам, которые остались в проекте, предстоит погрузиться в эпоху 19 века, когда вера в любовь была великой и безграничной. А романтичные поступки совершались с изяществом и вкусом. «Но для кого из них это приключение окажется не под силу?» «Нет, я посмотрю, что в следующей серии». «Нет». «Пожалуйста». «Ну я просто потому что еще в следующей серии только через неделю». «Это не тупо». «Это не тупо. Я забуду все равно через неделю. Дай мне сейчас что-то. «Левая рука к правой щеке. Это значит, что дама готова принять поцелуй кавалера». «Какие испытания ждут девушек на грандиозном балу в честь мистера Икс?» «Можно я туфли сниму?» «Что случилось?» «На габаль». «Игорь, можно мне снять юбку?» «Прикольно. Все-все-все-все. С Машей быть свинанткой». «Надо же тоже подогреть интерес зрителей». «Ну что ты!» «Друзья, большое спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Все, увидимся скоро. Люблю, целую, обнимаю. Мой му-му. Пу-у. «Музыка» 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 Субтитры сделал DimaTorzok